Я на правах хозяина, я проректор по цифровизации Григория Остапенко, я открываю секцию цифровой трансформации экономики, социальной сферы, регионов и муниципалитетов, а перед тем, как я представлю уважаемых модераторов, я хочу, с вашего позволения, немножко задать, ну что ли, тон дискуссии. Вот так вышло, что я 12 лет работал в системе региональной власти, в блоке IT, я отвечал и за информационную безопасность, внедрял десятки проектов, и для себя я выделил три эволюционных периода трансформации региональной системы IT. Они такие. Где-то, наверное, с 2016 по 2012 год я зафиксировал следующие тенденции, с 2006 по 2012, это такой период цифрового становления, на мой взгляд. Внедрение локальных систем, государственных систем, это безопасный город, система дорожной фото-видео фиксации, чуть позже, может быть, где-то там в конце этого периода, система 112, которую я внедрял. Внутрирегиональные и муниципальные блоки электронного документа оборота стали появляться. МЭДО, межведомственный электронный документ оборот системы. ЕСЕ, помните, как единая система аутентификации, которая стала основой для вхождения в ЕПГУ, и от нее пошел рост вот единой платформы. Развитие системы сотовой связи, покрытия крупные, это в основном были, ну, во-первых, интернет появился, да, третье поколение пошло, и крупные городские округа, понятно, города-миллионники вовсю, но и муниципальные, вернее, городские округа, где-то с охватом 10 тысяч и больше человек, вот они подверглись такой цифровизации в этот период. Становление региональных систем защиты информации произошло. Вы помните, появился закон о персональных данных в 2006 год, появился закон об электронной цифровой подписи, еще тогда с приставкой цифровой. Вот я себе так это сложил. Потом начался второй этап, я его вижу как этап цифровой миграции. 2012, где-то до 2019 года. Что это такое? Это эволюция проектов. Безопасный город стал превращаться в умный город. Вот сегодня мы уже с коллегами вспомнили про Челябинскую область, город Садка, умные светофоры, значит, датчики контроля электроэнергии, ну, и вот пошла целая цепочка IT-проектов в этом направлении. Проекты ГЧП. Это особенно характерны были эти проекты, когда операторы связи не были замотивированы для вхождения в малые населенные пункты, и надо было придумать какую-то концессионную историю. И вот они тоже пошли в этом смысле. Вход в малые населенные пункты с сетями третьего поколения, ну, и сильное развитие сетей четвертого поколения в крупных городских округах. Подключение школ к интернету. Покрытие интернетом удаленных населенных пунктов. Оптика у нас пошла, вы помните, проект Ростелекома. Перевод региональных услуг в электронный вид. И развитие системы МФЦ, позже мои документы, да, как единые точки оказания услуг. Вот я себе вижу так. И третий этап, это уже период централизации тотальной с 2020 года, в котором мы сейчас присутствуем, когда явно выражается одна точка входа. Портал ЕПГУ для большинства жизненных ситуаций. От поступления в ВУЗ до покупки машины, сейчас уже сервисы развиваются, от записи на прием к врачу до выплат семьям за детей. При этом характерно появление новых идентификационных признаков, QR-кода, вы все помните, да, мы с этим столкнулись. То есть в целом наблюдается полный цикл работы с федеральными ведомствами и государственными информационными системами во взаимодействии с ЕПГУ. Это явно выраженная такая тенденция. И появление единой госплатформы Гостех, которая, так сказать, сформировала новые подходы к внедрению сложных, так сказать, платформных решений. И появление модернизации, что ли, блока информационной безопасности в виде появления целой большой нормативной системы, ну и Национального координационного центра компьютерных инцидентов. И вот мы сейчас находимся в неком третьем этапе. Сегодня собрались научным сообществом, практическим сообществом, представителями государственной власти для того, чтобы обсудить актуальные вопросы. Я с огромным желанием и уважением хочу представить Панина Геннадия Олеговича, первого заместителя и председателя Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоправлению. Геннадий Олегович, будьте любезны, вам слово. А как здесь поворачивать слайды? Там кликер. Кликер? Вижу. А где он кликер? Есть организаторы подскажут? Коллеги, пожалуйста, подойдите. Я пока начну. Значит, уважаемые коллеги, друзья, цифровое государство, информационные технологии как административный ресурс. Широкими мазками обозначу основной контур вопросов, дабы задать темп нашей с вами дискуссии. Отправные точки. Эта цифровая трансформация определена главой нашего государства одной из пяти национальных целей. В марте президент подписал указ о мерах по обеспечению опережающего развития отрасли информационной технологии. Катализатор процессов – геополитическая обстановка, определяющая необходимость и скорость цифровых изменений. Перед государством, я говорю о коллективном субъекте, подразумевая непосредственно руководство и все уровни власти, стоит задача догнать и перегнать. То есть не только обеспечить технологический суверенитет на текущий момент, но и двигаться по пути стратегического развития. О роли в этой задаче цифры. Если в классической системе знания соотносятся со сферой управления посредованно, то с помощью виртуального пространства и цифровых технологий новая информационная информация мгновенно переводится в область управленческих действий, а становится ресурсом госуправления. Соответственно, можно говорить о цифровом государстве, где цифра – административный ресурс для завоевания и удержания результатов развития экономики, социальной сферы. Цифровые решения прошивают и федеральный, и региональный, и муниципальный уровень власти. Проведу конкретные примеры, практически шаги за последнее время. Это клиентоцентричность. Не очень люблю это слово, но оно стойко входит в оборот. Это цифровизация услуг. На данный момент онлайн оказывается 182 из 204 услуг. Оцифровка документов в транспортной сфере. На днях глава правительства на форуме «Транспорт России» ознакомился с информационной системой обмена сведений между участниками перевозочного процесса и предоставлением таких сведений органам государственной власти. Оператором здесь выступает Минтранс. И вот с 1 марта 2023 года появится возможность оформления уже электронного путевого листа. Переход на электронный документооборот позволит ускорить обмен первичными документами с заказчиками, сократить издержки при осуществлении перевозок, снизить показатели простоя. Все российские авиакомпании уже переведены на отечественные системы бронирования авиабилетов. И уверен, что будут модернизироваться и усовершенствоваться. Внедрение искусственного интеллекта в сельское хозяйство, транспорт, строительство здравоохранения и иные отрасли. 15 ноября, то есть буквально на этой неделе, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на профильной страцессии озвучил, что до конца года федеральные органы исполнительной власти должны предоставить в Кабмин перечень решений по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение искусственного интеллекта. Одним из ключевых барьеров остаются сложности доступа разработчиков к набору данных. По оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве, на текущий момент процент внедрения в отдельных отраслях доходит до 20%. Стоит задача к 2024 году, то бишь практически через год, показатель увеличить не менее чем 50%. Интеллектуальная система видеонаблюдения в российских поездах. В поездах нашего Демиховского машиностроительного завода, что в Подмосковье, появится функция отслеживания динамики пассажиропотока. В технологии цифрового управления по указанию президента предусмотрен обязательный переход на гостех с 2023 года для федеральных органов исполнительной власти, с 2024 года для субъектов. То есть образуется единая платформа для всех ГИС государственных, то есть информационных систем. Решение было озвучено также недавно, буквально 31 октября. Следующее – это криптографическая защита информации. Правительство утвердило Национальный центр по цифровой криптографии. Задача выполнена также досрочно, хотя планировали ее лишь к 2024 году. Реализация национальных проектов, то есть измеряешь – значит управляешь. Система мониторинга и контроля за мероприятиями позволяет действовать проактивно, заблаговременно понять, где не получится, где нужно нам поднажать. Здесь важна постоянная обратная связь с жителями, и она должна быть удобной и, безусловно, оперативной. С этой целью планируется использование портала «Госуслуг» для обращения граждан в органы власти. В соответствующий законопроект 16 ноября прошел уже первое чтение успешно в Государственной Думе. Использование платформы сократит срок ожидания ответов. Принцип одного окна, всем уже нам известный, очень важен в вопросе качественных коммуникаций власти с гражданами. В Госдуме в декабре 2021 года были приняты поправки в закон об образовании, которые касаются верификации цифровых платформ и онлайн-учебников, используемых в государственных школах и учреждениях среднего профессионального образования, а также урегулирования оборота персональных данных учеников. Теперь будут храниться в государственной информационной системе соответствующей защиты. В Госдуму внесены также поправки о муниципальном частном партнерстве для создания умных городов и сел. Принятие позволит местным властям эффективнее реализовывать общественно значимые проекты с помощью IT, Wi-Fi. В парках, вы знаете, уже устанавливается, в библиотеках умные остановки появляются во многих муниципалитетах. С информацией о движении транспорта и автоматическими билетными кассами. Ну и многое другое здесь также можно внедрять. В текущем созыве за полтора года, хочу обратить ваше внимание, в Госдуме рассмотрено 10 законопроектов, которые касаются цифровизации. И еще 16 находятся на рассмотрении. Темпы цифровизации в доле законопроектов увеличиваются. И в прошлом созыве, тоже для понимания, уже на пленарке об этом говорил, лишь 57 проектов за 5 лет было рассмотрено. То есть динамика очевидна. Кибербезопасность. Отечественные программные обеспечения, согласно прогнозам Минцифры, в 2022-2024 годах, это общие расходы государственного сектора на программные обеспечения, составят около 934 миллиардов рублей, триллиона почти. Из которых до 80% будет потрачено на продукцию отечественных разработчиков. Все понимаем, насколько сегодня это особенно актуально. Таким образом, по сравнению с 2019-2021 годами, расходы на российское программное обеспечение в госсекторе вырастут практически в 3,5 раза, что говорит о приоритетности этого направления. Как отметил Михаил Мишустин, все ключевые типы системы приложений планируется отнести к объектам критической информационной инфраструктуры. Если с этим могли согласиться буквально год назад не все, то сегодня вы понимаете. И на примере специальной военной операции, и многого другого происходящего, насколько действительно это важно. Речь об основных сферах экономики здесь. Это разведка и добыча, в том числе полезных ископаемых, фармацевтика, машиностроение, жилищно-коммунальные хозяйства, строительство и, конечно, экология. Специализированное программное обеспечение для таких отраслей стоит дорого, а последствия его отказа могут обойтись нам еще дороже. Умные города и регионы. Как федеральный депутат, представляющий Подмосковье, хочу привести примеры на моем родном регионе. В Подмосковье активно оцифровываются услуги для бизнеса. С 1 июля текущего года запустили первый в стране сервис, с помощью которого быстро и удобно можно получить разрешение даже на нестационарную торговлю. Но при этом, имея схему на 5 лет, бизнес 70 дней в среднем оформлял документацию. Сегодня это сократили благодаря этой платформе до 7 дней в 10 раз. Достаточно подать заявку на региональном портале госуслуг, выбрав удобную для себя точку. Вместо плановых проверок в регионе ввели инструмент электронных самопроверок бизнеса. Необходимо лишь заполнить чек-лист в мобильном приложении проверки Подмосковья, который называется. Если контролер увидит, что есть нарушение, будет предложено сделать работу, как говорится, над ошибками. В рамках контрольно-надзорной деятельности проверка такси на предмет соответствия расцветки правильного расположения опознавательных знаков. Здесь решение следующее. Машина такси фиксируется камерами видеонаблюдения, и если происходит несоответствие требованиям, данные передаются контрольным органам. Центр управления регионом, сетью уже муниципальных сегментов. Это действительно гордость Подмосковья, которая позволяет в том числе управлять большими территориями, малым количеством чиновников. Это цифровое решение не только в сфере управления городским хозяйством, но и прямой, что очень важно, коммуникации с жителями. Обработка обращений с электронной почты, соцсетей, портала Добродел и горячих линий. Пилотный проект цифровизации военкоматов. Собственно, была моя инициатива в адрес министра цифровизации нашего, Максу Цадаева, это подключить к военкоматы, к базам налоговой службы, пенсионного фонда, ЗАГСов, Газвыборы, где есть практически вся информация о потенциальных призывниках, и чтобы не было лишнего стресса для людей, которые не подлежат по тем или иным причинам, ну, в соответствии с заказом мобилизации, чтобы не было так называемой веерной рассылки всем приглашений в инкомаг, повесток. Продолжением проекта может стать подключение к данным Министерства и здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты. И с гордостью могу сказать, что этот проект как раз с пилотом сейчас внедряется в Подмосковье. Коллеги, деиндустриализация страны 90-х годов в полной мере проявилась сейчас. В свете происходящих международных событий драйвером развития может стать, и я уверен, так и будет, именно цифровизация. Для ее успешного продвижения необходимо анализ и выдвижение потребностей самими муниципальными образованиями с учетом специфики каждой территории, совершенствования информационной безопасности и защиты персональных данных. Приоритетное внедрение отечественных решений в программное и аппаратное обеспечение, цифровая социализация, масштабные вовлечения и обучение цифровой грамотности граждан. Эту тему сегодня тоже на пленарке затрагивали частично. Качественная подготовка кадров, управленческих команд, научно-производственные сферы, поддержка профильных стартапов и, конечно, законодательное регулирование. Должно быть все абсолютно прозрачно. Ну и без соответствующего финансирования мер поддержки государства, как всегда, не обойтись. Спасибо за внимание. Продуктивной нам всем работой. Спасибо большое, Геннадий Олегович. Спасибо вам за интересный доклад системный. Я хочу предоставить слово починок Наталье Борисовне, председателю комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранам и по совместительству сотруднику крупной IT-компании, интегратора, то есть практику. Наталья Борисовна, будьте любезны. Добрый-добрый день. Рада всех приветствовать, особенно наше подрастающее поколение студентов, которые, наверное, являются самой главной инвестицией нашей сегодняшней встречи. Во-первых, я хотела бы поприветствовать всех от имени Общественной палаты России, потому что это тот орган общественный, который, в общем-то, тоже очень внимательно следит за процессом цифровизации в нашей стране и в том числе является и пользователем с точки зрения системы взаимодействия в рамках общественного наблюдения за выборами. Во-вторых, конечно же, я хотела бы, наверное, продолжить такой основательный доклад Геннадия Олеговича с точки зрения того, что да, сегодня мы находимся в эпоху, когда каждое министерство, каждый субъект Российской Федерации, каждый муниципалитет имеет собственную программу цифровой трансформации. Цифровые команды разных ведомств, институтов формируют уже стержень тех позитивных изменений, которые происходят в нашей стране, которые реально помогают повысить эффективность бизнеса и, конечно же, повысить эффективность государственной функции. Это очень важно. Да, есть скептики, которые говорят, что мы не хотим попасть в цифровое гетто, которое вот нас окружает, но мы здесь как раз сторонники того, чтобы как раз это сделать качественно, быстро, без лишних проволочек. Ну и как представитель одной из крупнейших IT-компаний в стране, IT-интегратора, я, конечно, хотела несколько слов сказать о той теме, которая очень важна, особенно, ну и мне кажется, что именно в главном финансовом университете страны это очень хорошо чувствуют и знают, особенно преподаватели, нагрузка которых на сбор отчетности и использование, так скажем, цифры находится еще в стадии становления. Я хотела бы поговорить как раз о тех возможностях, которые уже сейчас есть с точки зрения объединения всех тех данных, которые есть в государственных информационных системах, которые просто насквозь пронизывают всю систему управления нашей страной. И сегодня те, кто были на пленарке, я уверена, что все были, видели презентацию Александра Сергеевича Албачева, вот газ управления, это сквозная система, которая объединяет огромное количество внутренних задач, функций и является действительно основой трансформации эффективно работающей системы, которая получает и доносит данные до самого высокого руководства и, конечно же, является основой. Ну вот на сегодняшний день здесь на слайде приведены вот те уровни информации, которые есть в руках муниципальных образований. Я как раз хотела бы как раз опуститься сейчас до уровня муниципалитетов для того, чтобы почувствовать, какое бремя все-таки вот этот недостаточный механизм сбора и использование данных, которые есть в сквозных системах, используется на сегодняшний день. И все-таки поговорить о том, как можно это изменить. Вот на слайде представлены вот несколько информационных систем, ну вот бюджет органов муниципального самоуправления, единый портал бюджетной системы и реестры документов стратегического планирования, контроля и реализации программных документов, которые как раз и представляют одна из маленьких, небольших кусочков газуправления. Вот они на сегодняшний день сквозным образом пронизываются сверху вниз, с самого как бы верха федерального правительства до уровня муниципалитета. И, конечно же, в большей части востребованы. Но на сегодняшний день есть те проблемы, которые имеют сдерживающий фактор. Безусловно, для того, чтобы собрать всю информацию, которая получается наверху, нужно обременить огромным количеством задач и рутинных функций простых людей, простых сотрудников, которые работают на местах и собирают эту информацию. Получается двойная нагрузка на муниципальное образование, на моногорода отдельно. Эта нагрузка повышается, потому что задача по ее развитию мониторится с уровня федерального правительства, дублирование и много-много-много еще всего. И, конечно же, один из сдерживающих факторов цифровизации муниципальных образований является вот эта вот высокая нагрузка предоставления отчетности. Когда цифровизовываться, когда нужно вот постоянно колотить информацию и вводить ее в систему. Конечно, должны встать в помощь современные возможности цифровизации. Вот компания IBS несколько буквально лет назад проводила для Министерства экономического развития очень серьезное научное исследование. Как раз анализировала те формы показателей отчетности, которые собираются с уровня муниципалитетов и региональных органов власти. Анализировала, какие есть данные в государственных информационных системах, которые просто не надо дублировать, нужно сделать единую таксономию, единые документы по системе сбора и, соответственно, освободить наши муниципалитеты, чтобы они занимались своей как бы непосредственной функцией. И дали соответствующие предложения. Вот буквально несколько слайдов визуализации. Представьте себе, понятно, что пики нагрузки – это квартальная отчетность, январь, апрель, июль, декабрь. Вот представьте, в декабре 947 трудочасов ежедневно тратится на сборы отчетности. Это порядка 80 человек, которые это в муниципальном образовании или в крупном, или в крупном регионе. И, конечно же, на сегодняшний день это огромные неэффективные трудозатраты, которые мы очень надеемся, что скоро будут уточнены. И на сегодняшний день 55% занимается в муниципальных образованиях, там до 5 человек тратят ежедневно 50% своего рабочего времени. Чем крупнее город, тем больше, соответственно, вот даже 103 человека часа в день, моногорода. И, конечно, это слишком неэффективно. Я, наверное, буду здесь ускоряться, понимая, что, конечно же, основой для получения данных чистых, прозрачных, которые сквозным образом пронизывали бы, должна бы, конечно, стать в перспективе национальная система управления данными, суд, которая сейчас развивается очень активно. Но, безусловно, эта система должна очень, скажем так, тесно взаимодействовать с теми эффективно работающими системами, как ГАСУ, ГАСУправление, как, например, Единый государственный реестр объектов культурного наследия, ЕГИСО, Единая государственная информационная система социального обеспечения, которая является основой, ядром социального казначейства. ГИСО в государственных муниципальных платежах, Единый реестр проверок, Единый государственный реестр недвижимости, Федеральный реестр инвалидов и так далее. То есть все это есть, все данные есть. И вот мы предполагали и предлагали, что, безусловно, должна быть создана единая таксономия. Кстати сказать, вполне этой задачей могли бы озаботиться как раз ученые в университете, которые могли бы предложить и помочь в том числе Федеральному казначейству и Министерству цифрового развития сделать такую работу. И, конечно же, эти данные для конечного пользователя были бы в Едином озере. Ну и, соответственно, где это представлять? Мы видели бы, что должен быть создан монитор руководителя муниципалитета, который точно так же, как для той прекрасной системы, которую увидели сегодня, интерфейс газуправления, где прекрасно представлены результаты, итоги, динамика. Вот ровно таким же углом хотелось бы, конечно же, чтобы такой руль управления был в руках муниципалитетов, основной на управлении на основе данных, где бы интегрировались максимально возможные системы, конструкторы, которые бы давали возможность эффективно управлять. И, конечно же, эту работу предстоит еще сделать, долгий путь пройти, но дорогу, как говорится, осилит вдущей, и это надо начинать. И здорово, что сейчас форум проходит именно в кладезе финансового университета, где есть и практики, и ученые. Я считаю, что это прекрасный совместный труд, который можно сделать с успехом в ближайшее время. Спасибо огромное. Спасибо, уважаемая Наталья Борисовна. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы затронули такую очень тонкую тему отчетности. Год назад Росстат опубликовал по поручению президента отчет о проведении инвентаризации по всем видам отчетности до муниципального уровня. Я вот помню такую цифру. А надо понимать, что отчетность в стране собирает не Росстата 60 ведомств, более 60 ведомств, и каждый, так сказать, по своей нормативной базе. Так вот, 80% отчетности собирается ведомственно, то есть это неофициальная статистика, только 20% официальная статистика. Половина отчетности, где-то порядка 45%, собирается не автоматизировано, а около 60% отчетности, которые сдаются более чем по 2000 форм, зависает во внутренних системах и никуда не публикуется. Вдумайтесь, да? Вот такие объемы данных. При этом понятно, что это ложится на нагрузку на респондентов, в то же время вот при такой массовой цифровизации. Я хочу, во-первых, сказать, что у нас в зале почти 200 человек, примерно столько же в онлайне, то есть у нас неплохой кворум. А слово хочу передать Куканову Антону Алексеевичу, заместителю руководителя Роскачества, с докладом по цифровой трансформации бизнес-процесса. Да, коллеги, добрый день. Слышно меня хорошо? Да, здравствуйте. Да, добрый день всем коллегам. Рад приветствовать и организаторов форума, и зрителей, коллег. Собственно, я хотел поделиться нашим кейсом цифровой трансформации как Роскачества, так и тех организаций, которые участвуют в нашем правительственном конкурсе, в правительственной премии в области качества. Будьте добры, следующий слайд. Да, если напомнить тем, кто еще с нами не знаком, каким-то причинам, чем мы занимаемся, Роскачество – это автономная некоммерческая организация, учрежденная постановлением правительства. И одни из наших основных задач – это исследование качества товаров и услуг, самых важных представленных на российском рынке. И это улучшение качества и эффективности процессов в организации через правительственную премию, секретариатом которой мы являемся. И, соответственно, по результатам наших исследований мы присваиваем товарам, лучшим отечественным товарам, государственный знак качества, оператором которого мы являемся, это такая буква «К» в пятиугольнике, и занимаемся продвижением этих лучших отечественных товаров, и в целом формируем среду осознанных потребителей. Здесь хотелось бы отметить, что сами исследования, они касаются максимально широкого спектра товаров, то есть это начиная от молока, колбасы, хлеба и заканчивая цифровыми продуктами. То есть мы уже пять лет исследуем мобильные приложения, которые входят в социально значимые категории. Больше тысячи самых разных приложений происследовали, и здесь можно сказать, что отечественные приложения, особенно в таких достаточно популярных категориях, ничуть не уступают зарубежным аналогам, где даже их превосходят. Следующий слайд, пожалуйста. Да, если говорить про наш цифровой кейс, то здесь я хотел бы затронуть скорее такую маркетинговую составляющую, которая тоже очень важная, потому что, по сути, она напрямую влияет на то, какую аудиторию мы охватываем, до какой аудитории мы доносим информацию. Это касается и нас, и всех остальных, кто какую-либо деятельность в онлайне ведет. Да, поэтому если смотреть совсем кратко на то, что у нас было в 2020 году, например, тогда у нас Digital существовал как такой некоторый несвязанный набор инструментов, у нас не было как таковой аналитической компетенции, была неразвитая сосредоточенная SEO-компетенция, нас не было на площадках, онлайн-площадках, где закрываются потребности в выборе качественных товаров, то есть мы, по сути, были представлены только в офлайн-рознице, но в онлайне никаким образом не доносили информацию до потребителей о качестве товаров и, соответственно, имели достаточно скромные количественные характеристики. То есть у нас была небольшая база лояльной аудитории и небольшое количество посетителей нашего потребительского портала в месяц. Следующий слайд, будьте добры. Да, перед тем, как, собственно, заниматься цифровой трансформацией, мы оттолкнулись от концепции цифровых моделей Массачусетского технологического университета, которая состоит из таких четырех ключевых моделей. Это модель поставщика, основная ценность которого – это контент, это омниканальность, где основная ценность – это клиентский опыт, это модульный производитель, который, по сути, предоставляет платформу для других игроков и для экосистем в частности. И как вершина всех этих моделей – это драйвер экосистемы или экосистема, которая объединяет в себе преимущество всех этих моделей и является наиболее продвинутой. Следующий слайд. Себя мы идентифицировали как поставщика, то есть наиболее, такая наименее развитая модель. Наша основная ценность – это действительно контент, это результаты исследований и информация о качественных товарах и услугах. И мы приняли для себя решение, что для того, чтобы развиваться, и некоторый такой вектор цифрового развития выбрали в сторону, во-первых, очевидной омниканальности, то есть так как наша целевая аудитория, по большому счету, представляет собой все население страны, это очень такая… не может быть целевая аудитория такой огромной, поэтому необходимо ее сегментировать и персонализировать. Поэтому это тот тренд, который в целом релевантен и подходит к большинству, скажем так, компаний, которые ведут свою деятельность в онлайне и предоставляют свои услуги клиентам. В данном случае для нашей аудитории, для граждан нашей страны, нам пришлось ее сегментировать и максимально персонализировать и предоставлять контент тот, который конкретному нашему гражданину интересен, потому что исследование, как я уже говорил, затрагивает максимально широкий перечень. И мы поняли, что одного этого недостаточно, то есть для того, чтобы эффективно развиваться, только лишь движение в сторону омниканальности нам немного чего даст, поэтому необходимо было двигаться также в сторону модульного производителя, то есть упаковывать, переупаковывать наш контент, результаты наших исследований в модули, которые затем могут использовать другие игроки рынка, то есть не мы самостоятельно распространяем их через свои каналы, а экосистемы, маркетплейсы, онлайн-площадки могли бы использовать информацию максимально просто, по аппе, например, подтягивать информацию об исследованиях и размещать ее на своих площадках. Следующий слайд. В результате за вот эти неполные два года мы втрое смогли увеличить как нашу лояльную аудиторию в социальных сетях, так и посетителей на портале, и что самое приятное и что важно в контексте в том числе сегодняшнего обсуждения, это запросы от аудитории, то есть если до этого она не очень активно вовлекалась в сами исследования, то сейчас граждане присылают нам порядка 10 тысяч запросов ежемесячно на исследования тех или иных товаров. Мы это все максимально детально разбираем, отслеживаем, и если следующий слайд открыть, то мы построили аналитические дешборды, на которых нарезаем все единицы нашего контента, то есть нарезаем на единицы контента все наши исследования, потребительские рекомендации, экспертные материалы, и отслеживаем, насколько они закрывают или не закрывают потребности потребителей, насколько они отзываются у них или не отзываются, учитываем при формировании графика исследований максимально широкий перечень данных, начиная от того, с какими запросами к нам приходят пользователи, заканчивая тем, какой он там в целом, у конкретных тематик спроса в интернете, насколько там продаются или не продаются те или иные товары, какие есть запросы в государственных ведомствах с точки зрения исследования тех или иных товаров. То есть здесь максимально широкий перечень данных мы обрабатываем, за счет этого максимально точно попадаем в цель при выборе тех или иных категорий для исследований и выборе непосредственно товаров, которые в рамках категории необходимы исследовать. Следующий слайд. Повышает узнаваемость знака и, как следствие, потребители становятся более осознанными, могут делать осознанный выбор при покупке всех или иных товаров. Как я сказал, одним из ключевых наших направлений работы является диагностика бизнес-процессов организации на основе модели премии правительства Российской Федерации области качества. Мы являемся секретариатом этой премии. Как мы видим, за последнее время больше 3,5 тысяч участников премии было, больше 400 лауреатов и дипломантов. Организация оценивает более 150 высококвалифицированных экспертов из разных отраслей. Здесь стоит отметить, что критерии и модели гармонизированы с лучшими мировыми практиками, включая в себя в том числе составляющие по оценке цифровизации процесса. За последние годы мы видим огромный рост интереса к премии, что подтверждается 12-кратным увеличением заявок за последние 6 лет, 49 до более 500 заявок, которые нам присылают организации, которые могут бесплатно пройти аудит и получить рекомендации. Но если по результатам аудита они получают высокие оценки, скажем так, то они в таком случае претендуют на получение статуса лауреата и дипломанта государственной правительственной премии. Следующий слайд будет с добрыми. Да, также Роскачество сотрудничает по продвижению моделей с различными организациями, в том числе с Центром качества «Окно», который успешно осуществил цифровизацию модели оценки процессов для некоммерческих организаций. То есть здесь мы выделили отдельное направление, которое касается именно оценку бизнес-процессов некоммерческих организаций, социальной сферы. В том числе здесь учитываются и критерии по цифровизации процессов. Следующий слайд. И если в завершении поделиться несколькими кейсами, да, из тех, кто у нас был лауреатами, и с точки зрения цифровизации, да, то мы видим, например, одного из лауреатов 2020 года, это компания Uniform Atelier, которая цифровизировала фабрику и использует на всех этапах цифровую, единую цифровую экосистему, автоматизирована практически 100% процессов, и цифровизация позволила быстро перестраивать потоки, запускать разные группы продукции, да, и существенно повысила конкурентоспособность компании. Следующий слайд. И последний пример, да, это тоже лауреат нашей правительственной премии, это авиакомпания Seven. В ее случае за счет цифровизации бизнес-процессов была на 30% увеличена эффективность взаимодействия между сотрудниками, благодаря единому информационному пространству, улучшено качество и скорость обслуживания, и был совершен переход к управлению сквозными бизнес-процессами. В завершение хотелось бы отметить, что, да, безусловно, цифровизация очень важна, и важно, чтобы компании задумывались в том числе об оценке эффективности существующих процессов, чтобы для того, чтобы максимально эффективно затем проводить цифровизацию в том числе. Да, поэтому необходимо участвовать в том числе в таких премиях, в таких бесплатных, скажем так, аудитах, которые позволяют выявить слабые места и затем максимально эффективно, благодаря тем рекомендациям детальным, которые эксперты правительственной премии предоставляют, затем уже цифровизировать, и не только цифровизировать, скажем так, в целом оптимизировать бизнес-процессы предприятий. Спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо за приятную возможность принять участие в столь авторитетном форуме, где собрались теоретики, ученые, практики, руководители отраслей и регионов в сфере цифровизации. Я в этой части представляю практиков и предприятий, которые длительное время занимаются проблематикой цифровизации в транспортной отрасли. Цифровые технологии, которые активно внедряются в экономике, конечно же, транспорт не обходит. В прошлом году Министерство транспорта в рамках отраслевого проекта «Цифровая трансформация» внесло ряд инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности транспортно-логистических услуг и эффективности транспортной деятельности за счет масштабного применения цифровых технологий. Эти направления утверждены распоряжением правительства 3744 прошлого года. В числе этих инициатив цифровизация в сферах транспортной безопасности и транспортной логистики. Я в своем выступлении кратко отмечу наши практические шаги внедрения цифровизации в этих сферах. Слайд, пожалуйста, следующий. Сначала о транспортной безопасности, которая направлена на выявление и борьбу с актами незаконного вмешательства в деятельности транспорта, в том числе террористической направленности. Эффективность транспортной безопасности непосредственно зависит от наличия полной достоверной информации, оперативного предоставления ее всем заинтересованным органам и организациям в интересах принятия ими всеобъемлющих, скоординированных и последовательных мер в области транспортной безопасности на федеральном, региональном и местном уровне. В интересах решения этой задачи Министерством транспорта Российской Федерации во взаимодействии с ФСБ и МВД была создана единая государственная информационная система, обеспеченная транспортной безопасностью, главным конструктором которой является ваш покорный коллега. Президентом Российской Федерации, разработчиком и оператором ЕГИС-УТБ определено Федеральное государственное предприятие в Губе защиты инфотанса Минтранса России. ЕГИС-УТБ является автоматизированной системой в защищенном исполнении, которая интегрирует информационные ресурсы ограниченного доступа органов исполнительной власти в области обеспечения транспортной безопасности в единое защищенное закрытое информационное пространство. В настоящее время, следующий слайд, пожалуйста, в результате работ по созданию и развитию ЕГИС-УТБ развернуты и функционируют два федеральных центра обработки данных, ведомственные сегменты системы Минтранса России под ведомственных агентствах и службе Росавиации, Росавтодоре, Росжелдоре, Росборич Лоте, Росранснадзоре, развернуты и подключены к централизованным базам данных комплексы 31 территориального органа. Создана инфраструктура для сбора персональных данных о пассажирах и членах экипажей всех видов транспорта, в том числе и сопряженная с международными отраслевыми сетями передачи данных. Эти данные в реальном масштабе времени передаются уполномоченным федеральным органам для оперативного применения. В целом во всех федеральных округах Российской Федерации развернуто более 50 программно-технических комплексов. Все они в защищенном исполнении, аттестованы и обеспечивают обработку информации ограниченного доступа. В качестве справки по некоторым показателям цифровых процессов, реализуемых в ЕГИ СОТБ, сообщу, что в реестре поставщиков информации на сегодня зарегистрировано более 8,5 тысяч компаний из 149 стран мира, в том числе в части воздушного транспорта, 207 аэропортов и аэродромов, 160 отечественных, более 200 иностранных авиакомпаний, 195 компаний бизнес-авиации, более 1200 автовокзалов и автостанций, более 5000 российских и более 500 иностранных автоперевозчиков. Система обрабатывает в год более полутора миллиардов операций по поселевским перевозкам. К сожалению, текущий год он эти показатели уменьшил в сокращении количества перевозок, тем не менее, работа перед нами стоит достаточно напряженной. Электронные реестры ведомственных сегментов ЕГИ СОТБ содержат сведения по более чем 70 тысячам объектов транспортной инфраструктуры и более чем по 300 тысячам транспортных средств и видов транспорта. Функционирующие с 2016 года системы аттестации сил обеспечения транспортной безопасности в федеральном масштабе в электронном виде работают более 200 органов аттестации, аттестующих организаций всех видов транспорта, зарегистрировано за прошедшее время более 300 тысяч заявок на аттестацию и проведено аттестацию с выдачей свидетельств более 230 тысяч лиц. Вопросы функционирования ЕГИ СОТБ, которая также выступает и как Российская национальная система сбора в электронном виде данных, предварительного информирования о пассажирах, рассматривалась во время комиссии ЕГИ СОТБ, неоднократно представлялась на международном уровне, в том числе на мероприятиях ЕГИ СОТБ, ОБСЕ, СНГ, Союзных государств России и Беларусь. Если кратко, основной результат цифрового развития ЕГИ СОТБ это системный уход от бумажного делопроизводства к электронным ресурсам в рамках единого федерального защищенного информационного пространства. Как следствие этого мы явно наблюдаем сокращение времени на реализацию процесса выполнения госфункции оказания государственных услуг, сокращение затрат времени и повышение производительности труда уполномоченных органов, снижение финансовых затрат прежде всего бизнеса, повышение актуальности и качества данных, информированности всех участников, обеспечение прозрачности и информативности процессов в сфере транспортной безопасности. В текущем году в вопросе цифровизации мы продвинулись еще дальше. В рамках проводимых под руководством правительства Российской Федерации работ по оптимизации разрешительной деятельности на единый портал госуслуг выведено более 20 госуслуг в сфере транспортной безопасности. При выводе происходит перевод государственных услуг по электронный вид, их обращение, сокращение количества требуемых документов и сроков реализации. Завершая направление транспортной безопасности, отмечу, что далее мы ожидаем включения в информационное пространство транспортной безопасности бизнеса, региональных органов, ждем дальнейшего повышения эффективности и прозрачности этой деятельности. И кратко упомяну еще два цифровых направления работ нашего предприятия. Очень приятно, сегодня в первом выступлении Геннадий Олегович как раз упомянул одну из систем, которой занимается непосредственно наш коллектив. Предприятия принимают участие в решении задачи, стоящей передоваться цифровизации транспортно-логистической деятельности. На первом этапе у нас это сейчас внедрение электронных перевозочных документов. В рамках отраслевого проекта «Бешевная грузовая логистика» в ГУЗ «Инфотранспорт» под руководством Министерства транспорта с целью ухода от бумаги. Следующий слайд, пожалуйста. Формирование сквозного обмена электронными перевозочными документами, в том числе на международном уровне, и перехода на юридические значения документа «Оборот» создана и уже внедрена с сентября этого года в эксплуатацию Государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Пока идет первый этап работы, достаточно много проблем. Перспектива, как было сказано, в следующем году перевода в электронный вид электронных путевых листов и так далее, расширение тематики с автомобильного транспорта на другие виды транспорта. Перспективы большие, задачи стоят важные. Следующий слайд, пожалуйста. Посредством ГИС и ПД реализуется принцип одного окна. Участнику перевозки предоставляется возможность направить перевозочные документы единожды в ГИС и ПД в органы государственной власти. И те органы, которые осуществляют контрольную надзорную деятельность, имеют возможность многократно проверять эти документы без обращения к участнику, не снижая благодаря этому скорость и эффективность бизнес-процесса. При этом все перевозочные документы, оформленные в электронном виде, приобретают статус юридически значимых, многократно ускоряют бизнес-процессы и упрощают взаимодействие с органами власти. Внедрение масштабных изменений на транспорте, связанных с переводом в электронный формат перевозчиков документов, решено было сгладить за счет задействования уже сложившейся инфраструктуры операторов электронного документа оборота, знакомых большинству организаций по налоговому электронному документу оборота счета факторов. Участники перевозки обмениваются электронными перевозчиками документами как напрямую из ГИС АПД, так и чаще всего через операторов электронного документа оборота, которые в свою очередь продают информацию в ГИС АПД. Таким образом, документы, представленные в систему, становятся доступны заинтересованным органам власти, которыми в настоящее время являются Федеральная налоговая служба, МВД, Минцифры, Минтранс, Ространснадзор, и в дальнейшем этот перечень может быть расширен. Следующий слайд, пожалуйста. И еще один важный проект хотелось бы отметить. В связи с решением в текущем году операторов технологических и официальных информационных систем из недружественных стран уйти с российского рынка гражданской авиации остро потребовалось отечественные цифровые решения, обеспечивающие технологические процессы информационного взаимодействия участников перевозки пассажиров. Кто с тематикой знаком, знает, что львиную долю таких задач решала компания СИТА, швейцарская, в принципе, международная, обладающая ведущими мировыми позициями в этом направлении. Представляете специалистами нашего предприятия по воздействию с отраслью была развернута работа по созданию информационной системы участников воздушных перевозок сервисно-авиационная платформа. Задача системы – обеспечить управление и взаимодействие авиакомпаний, аэропортов, операторов, систем оформления и обслуживания пассажировских перевозок на территории Российской Федерации без использования срубежных коммуникационных сетей. Сейчас ведется активная работа над пилотным проектом, созданы закрытые каналы связи, подписаны соглашения с сотрудничеством с крупнейшими российскими перевозчиками аэропортами. Проведено успешное тестирование средств передачи авиасообщений. В середине 2023 года планируется запустить весь функционал сервисной авиационной платформы в эксплуатацию. И завершая выступление скажу, что каждая такая задача и ее решение – это очередной эволюционный шаг в цифровизации транспортной отрасли как важной части комплекса мер по повышению ее эффективности, которые мы делаем уже сейчас. Спасибо за внимание. Уважаемый Евгений Петрович, спасибо. У нас в чат поступают вопросы к предыдущим спикерам. Я зачитаю. Вопрос по муниципальной отчетности. Я так понимаю, что адресу Наталья Борисовна, вам, наверное. Как будет от Людмилы Ивановны Прониной вопрос, как будет изменяться объем данных МСУ, муниципальных служб, условиях создания единой системы публичной власти. Ну, цель и задача все-таки развития национальной системы управления данными, я немножко выше скажу, конечно же, минимизировать ручной сбор отчетности, делать это удобно, чтобы те данные, которые можно переиспользовать, они максимальным образом переиспользовались и служили основой для принятия решений. Какие-то эффекты, вот в моем докладе я попыталась показать просто стоимость в трудозатратах часов и фактически человека дней, да, человека часов, вот эти рутинные функции. на самом деле, конечно, эти все наши там коллеги, люди, кто собирает отчетности, передает на уровне муниципалитетов, регионов, делают огромную работу, и, ну, здесь сложно представить, да, может ли одна кнопка это сделать. Но цель все-таки развивать систему, делать единое, вот, единое управление на основе данных. Какой эффект это будет, покажет время, безусловно. Но я думаю, что, вот, может быть, следующие выступающие, вот, Павел Александрович Карачинский, он чуть позже будет выступать, говорить как раз о портале и развитии портала «Работа в России», связанной как раз с управлением вопросами занятости. Вот как раз правильно выстроены государственные информационные системы, которые являются фактически единой точкой входа и получения данных, которые эффективно переиспользуются. Вот это самый идеальный вариант, как должны выстроиться системы. Покажет время, опять же, пока ответ вот такой общий. Спасибо, Наталья Борисовна. С огромным удовольствием хочу предоставить слово Маркову Андрею Сергеевичу, генеральному директору акционерного общества «Мой спорт». Андрей Сергеевич, вам слово, будьте любезны. К сожалению, Андрей Сергеевич приболел. Мы вместе с ним работаем в организации акционерного общества «Мой спорт», развиваем цифровую платформу для спорта. И я хотела бы сказать, что мои партнеры, у нас подписано соглашение с финансовым университетом, мы активно вместе пытаемся что-то сделать для цифровизации, в том числе отраслей и социальной сферы. Задача стоит такая, чтобы единое цифровое пространство упрощало жизнь людей простых на местах в спортивных школах. Поэтому от спортивных школ требуется ввод эталонных данных, которые потом постепенно поднимаются по всему уровню управления в нашей стране и представляют собой массив данных. И на основании этой аналитики возможно принимать управленческие решения. Основной принцип, чтобы был все-таки однократный ввод информации, потому что, как вы говорите, работая в различных системах, огромная нагрузка ложится на те самые руки, которые эту информацию переносят в информационное поле. Существуют показатели цифровой зрелости субъектов Российской Федерации. Сейчас в проектах методики предложено 13 различных показателей. Они взяты из отраслевых документов стратегического планирования. Ну и самым важным из них есть доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и уровень удовлетворенности качеством оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. Таким образом формируется рейтинг субъектов Российской Федерации. Сама методика эта не сразу родилась. Сначала в ведомственной программе цифровой трансформации физической культуры и спорта существовало 6 показателей. Они назывались индексом цифровой трансформации. И постепенно, с 2020 года, была усовершенствована эта методика, доведена сейчас, как я говорю, в проекте до 13 различных показателей. И они, как мы думаем, помогут оказать существенное влияние на своевременное достижение целевого показателя по увеличению доли граждан, которые занимаются физической культурой и спортом в нашей стране. Сам проект «Мой спорт» родился совсем недавно. И если в январе 2021 года, то у нас не было еще на платформе ни одной спортивной организации, субъекта Российской Федерации, тренера или спортсмена, то уже к ноябрю мы видим 65 субъектов Российской Федерации, которые подписали соглашение с «Мой спорт» и активно работают на платформе. 2180 организаций, большое количество тренеров, цифрами не буду вас забрасывать, важно, что 759 муниципалитетов могут точно так же осуществлять деятельности, контролировать, каким образом развивается у них физическая культура и спорт на местах. Что позволяет система? Проводить физкультурно-спортивные мероприятия, планировать их, записывать детей в организации спортивной подготовки, присваивать спортивные разряды на уровне полномочий детских и мужских спортивных школ. Таким образом, дальше мы видим свое развитие, это интеграция с государственными сервисами. Через домен «Спорт», который будет размещаться на гостехе, данные будут от первичных пользователей поступать в государственную информационную систему физической культуры и спорт в соответствии с порядком информационного взаимодействия, утверждаемым Минспортом России. И мы надеемся, что все-таки будет расширяться перечень социально значимых услуг в электронном виде в нашей сфере и оценка качества предоставления этих услуг с обеспечением обратной связи от пользователей тоже будет нам доступна. Таким образом, через эффективность деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительного власти субъектов мы сможем оценить, насколько все, что мы делаем для людей, все-таки этими людьми оценивается и поддерживается. Домен «Спорт», как я вам рассказала, 31 октября этого года введена в эксплуатацию государственная информационная система физической культуры и спорт. Она является ядром этого домена «Спорт». И как раз карта жизненных ситуаций и потребностей клиента, связанного со спортом, прописана. Примерно 390 сервисов выявлено. И вот они постепенно будут проектироваться. Везде применяется принцип однократного ввода информации. Ведомственная программа цифровой информации, ее задачи сейчас не буду озвучивать. Покажу, что возможно делать на платформе. Существует реестр спортивных организаций, реестр объектов спорта, который позволит вам найти ту самую организацию, которая расположена ближе всего к вашему местонахождению, туда, куда вы хотели бы отдать ребенка в соответствии с вашими предпочтениями. Может быть, есть вид спорта, на который вы хотите его отдать. Может быть, есть хороший тренер, о котором вы слышали, хотели бы к нему тоже записать ребенка. Реестр спортивных федераций. Они могут точно так же развивать спорт на любом территории местной федерации на своем уровне. Региональные федерации в субъекте Российской Федерации отвечают за развитие спорта, формируют спортивные сборные команды, календарь соревнований. Таким образом, существует, ну, будет проектироваться единая база всех машиночитаемых протоколов, которые приведены в стране. И мы можем присваивать спортивный разряд ребенку гораздо короткое время, нежели это происходит сейчас в бумажном виде. Существуют регистры. Это наборы данных, которые физические лица, да, вот, как мы говорим, одухотворенные. Реестры – это безжизненная информация, а вот регистры касаются физических лиц. Здесь база тренеров, спортсменов и спортивных судей. И таким образом формируется единый контингент. Мы можем выявлять сильнейших спортсменов с хорошим потенциалом, поддерживать талантливую молодежь на уровне региона, страны. В системе это отражается через цифровой профиль спортсмена. Сегодня, уходя из одной организации в другую, мы теряем этот цифровой след, и ребенок приходит в новую организацию как бы с нуля. Но благодаря информационной системе «Мой спорт» можно проследить, как он раньше развивался, с момента, когда он первый раз попал в какой бы то ни был спорт или в какую-то организацию. У нас задача запускать новые сервисы. Платформа постоянно расширяет свои возможности. Сейчас мы размещаем необходимую информацию о мероприятиях, можем подать заявку на участие онлайн, создаем базу электронных протоколов, упрощаем отчетность о проведении самих мероприятий. Переводим бумажную отчетность в текущую и годовую, так скажем, для работы тренера. Все, что он должен был бы ввести в бумаге, потихонечку оцифровывается и является таким же банком перспективных методик спортивной подготовки и всегда находится под рукой у тренера, у спортсмена, у родителей. Работа спортсмена с дневниками самоконтроля – это норма, которая была очень давным-давно уже подзабыта многими тренерами, подрастеряли они навык ведения такой документации, но в то же время это один из элементов контроля и обратной связи от ребенка и родителя о воздействии тренировочной нагрузки, то есть прямая связь с тренером. Существует атлас спортивной подготовки, на котором мы можем видеть все спортивные школы Российской Федерации, можем провалиться до каждого субъекта Российской Федерации, самой, муниципалитета, самой организации, посмотреть, какой она является в рейтинге в стране, какие спортсмены у нее входят в состав спортивных сборных команд, субъекта Российской Федерации, самой Российской Федерации, другие вопросы решать, которые нам необходимы для того, чтобы вид спорта эффективно развивался. Для региональных министров, для органов местного самоуправления существует Центр управления спортивной отраслью, куда выводятся на дашборд те самые показатели, за которые он, может быть, либо его накажет, либо похвалит за то, как он эффективно занимается развитием физической культуры и спорта. Вот такие инструменты спортивной аналитики и выявления спортсменов с сильнейшим потенциалом, это и как раз является адресной поддержкой, ну и в том числе задачей, которую мы решаем с помощью платформы. Как же стимулировать людей, чтобы они переходили на цифру? Потому что сегодня для многих это дополнительная нагрузка и активность, которой многие отчаянно сопротивляются, особенно те, у кого нет современных гаджетов, для того, чтобы можно было пользоваться быстро всеми этими приложениями, загружать, выгружать нужную информацию. С этой целью мы проводим различные обучающие семинары, вебинары, конференции, принимаем участие в форумах, конкурсы проходят для того, чтобы поделиться практиками внедрения, ну и существуют различные методы материального стимулирования, которые через положение в оплате труда позволяют все-таки людям заинтересованность увидеть в этом продукте, что он облегчает их жизнь, а не только дает им какие-то новые задачи ставит. Развиваемся через государственное частное партнерство, поскольку это неоспоримое преимущество для всех участников проекта. На реализацию всех наших решений не потрачено ни одного рубля из бюджета, как федерального, так и регионального, и местного. Не требуются деньги самих организаций, то есть это все происходит за деньги нашего инвестора, но через механизм государственного частного партнерства, возможно, будет тоже реализовать этот проект. Поэтому, кто еще не с нами, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему, готовы ответить на вопросы, если последует. И хотели предложить выступить еще представителям Московской области, чтобы они нам показали практику внедрения, наш докладчик, как на местах реагирует, и обратная связь какова есть. Можно передать слово Александре Игоревне? Да, Ирина Игоревна, спасибо вам за доклад. Александре Игоревне Пановой мы передаем слово. Коллеги, с учетом того, что мы работаем без перерыва, давайте мы все-таки регламент держать. 5-7 минут выступления. Я буду напоминать. Спасибо. Добрый день всем. Меня зовут Александра Панова. Я являюсь сотрудником Министерства спорта Московской области, курирующим цифровизацию. И в нашем регионе цифровизация началась с декабря 2021 года. Отрабатывали мы ее, получается, практически год уже отрабатываем. На данный момент в нашем регионе заведено свыше 3,5 тысяч тренерского состава, свыше 100 тысяч спортсменов и 153 спортивные школы. На данный момент это составляет 99% пользователей, которые занимаются в спортивных школах. Также нам был разработан механизм взаимодействия со спортивными школами и городскими округами Московской области. Отрабатывали мы его на подведомственных учреждениях Министерства, а также на двух городских округах Балашихи и Дмитрове. В ходе отработки были выявлены следующие механизмы. Сперва мы обучали административный состав спортивной школы, далее проходило обучение у тренерского состава по ведению журнала спортивной подготовки. Также у нас присутствует чат, в котором всегда отвечают наши специалисты и методисты на частые вопросы, как вести платформу, как пользоваться функционалом системы. Со стороны Министерства проводятся еженедельные совещания с начальниками управления комитетов по спорту с целью подтверждения статистики, а также распору всех вопросов, которые у них появляются по взаимодействию с системой. В ходе внедрения платформы «Мой спорт» мы получили такую возможность в 2022 году, как смена бумажного журнала учета спортивной подготовки на электронной. Для родителей и спортсменов появилась возможность контроля в реальном времени, расписания успехов ребенка, а также возможность снесения самочувствия спортсмена, чтобы тренер увидел это. Также для правительства и Министерства спорта Московской области мы получили незаменимый механизм цифрового контроля за реальной посещаемостью на занятиях. И на территории Московской области была введена возможность использования электронного кода тренировки, который позволяет, как в первую очередь, значительно быстрее заполнять журнал. Также для правительства основной целью введения данного кода было отражение реальной посещаемости в спортивных школах и исключение так называемых «мертвых душ» в спортивных школах. В ходе реализации мы столкнулись с такими вопросами, как возраст спортсмена, наличие смартфона у него и отсутствие мест для хранения личных вещей. Нами были выявлены следующие решения по данной проблеме. Это 30% от общей численности спортивной школы необходимо сканировать данный код, поскольку это среднее число по спортивным школам спортсменов старше 14 лет, что предполагает наличие смартфонов у детей. Также родители имеют возможность предоставить код тренировки тренеру перед тренировкой. И также у нас были освобождены некоторые виды спорта от сканирования, поскольку у них нет чисто физической возможности это сделать. На 2023 год нашими целями в данном направлении цифровой трансформации является увеличение численности спортсменов, использующих код тренировки, что повысит цифровую грамотность населения. Также у нас есть региональная платформа «Спорт подмосковье», с которой мы сейчас тесно ведем процесс интеграции моего спорта. Для дальнейшего вывода показателей как по спортподготовке, так и по массовому спорту. И планируется также введение региональных федераций на платформу для дальнейшей возможности добавления соревнований и подачи на них заявок в электронном формате. Спасибо. Если есть вопросы, готовы ответить. Да, спасибо большое, Александра Игоревна. Вопросы, может быть, и будут попозже. Уважаемые друзья, я хочу представить председателя комитета Государственной думы по региональной политике местному самоправлению Диденко Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, спасибо, что вы с нами. Может быть, пару слов вводных нам дадите? Ну, на самом деле, хочется поучаствовать в работе нескольких секций одновременно, поэтому я начал с вашей. Пришлось задержаться с руководителем фракции на мероприятиях, хотя я очень надеялся, что удастся пленарку посетить, послушать интересные сообщения, если верить тому, что мне доложили. Но я уверен, что именно так и будет. Тема, которой мы сегодня с вами занимаемся, и ее значение для такого очень серьезного рывка в плане социально-экономического развития сложно переоценить, потому как у нас нет другого выбора, кроме как делать технологический скачок. И совершенно очевидно, что среда, необходимая среда для этого, должна созреть в наших городах, как центров производства и центров концентрации человеческого капитала, интеллектуального потенциала, прорывного научного потенциала. И нам представляется, что диалог между властью, обществом, бизнесом, банками, институтами развития, конечно, должен строиться на базе городов, на базе университетов в этих городах. Я представитель вузовского региона, и мой субъект, Томская область, яркий пример того, что образование и инновации могут быть конкурентным преимуществом субъекта. Да, у нас есть небольшие нефигазовые доходы, но при современном мировом состоянии товарных рынков и в контексте геополитических шоков, к сожалению, это не может быть основой нашей экономики. И вот если бы не наши университеты, конечно, мы сильно бы просели в плане социально-экономического развития, а вот вышедший на днях рейтинг научно-технологического развития субъекта федерации, наш регион поместил на почетную третью строчку, в которой мы уступаем лишь двум столицам, Москве и городу Санкт-Петербургу. Так вот, именно в этой среде, на наш взгляд, и должны созреть новые прорывные управленческие практики, новые институты, поскольку цифровизация общества, цифровизация государственного управления, цифровизация экономики, конечно, подвергает переосмыслению и некой трансформации все существующие общественно-властные и экономические институты. Мы уже говорили об экстерриториальности, пандемия это наглядно продемонстрировала, по предоставлению государственных муниципальных услуг, все меньше и меньше услуг граждане получают по месту жительства, уже голосовать можно, находясь за пределами Российской Федерации, раньше себе и представить это было довольно сложно, но количество сервисов, предоставляемых территориально, количество услуг государственных, муниципальных, которые предоставляются без прямого контакта с чиновником, с человеком, со служащим, только набирает обороты, увеличивается, и все эти моменты, безусловно, подвергают трансформации в целом местное самоуправление, принципы работы государственной власти, работы предприятий, и здесь прорывные передовые технологии и наши позитивные, зарекомендовавшиеся практики, в том числе практику «Умного города», я вижу, что сегодня коллеги будут выступать, в том числе и из Челябинской области, им удалось технологию «Умный город» и цифровой муниципалитет довести до первичного уровня, до сельского поселения, и сэкономить на электроэнергии огромные деньги, экономия составляет до 90%. То есть, когда мы говорим о цифровизации городского хозяйства, о цифровизации муниципалитетов, почему сразу возникают ассоциации с крупными городами, Новосибирск, Теренбург, какие-то крупные города Подмосковья, столица Москва, хотя она не муниципалитета, а субъект федерации. Но вот у нас коллеги есть, которые точечно, конечно, но сумели поставить на службу муниципалитету передовые технологии, в том числе, которые, конечно, рождались в недрах крупных городов, поскольку у них для этого было больше базы, больше ресурсов. И применяя эти уже ставшие весьма-весьма успешными практиками, мы можем наблюдать качественное улучшение эффективности, повышение эффективности ведения городского хозяйства, качественное иное социально-экономическое планирование на основе построения математических, статистических моделей. Все то, чем славилась, может быть, не самая рыночная экономика советского периода, вместе с тем довольно четко развивалась статистическая наука, кибернетика, вычислительные технологии. И в масштабах такой огромной страны подвести все эти межотраслевые балансы, обеспечить планирование было тоже нелегко. А мы шагнули в технологическом плане с тех времен очень-очень далеко, а практики, к сожалению, отстают даже иногда и порой от советских. Вот эта доказательная экономика, доказательное социально-экономическое развитие, о котором много в счетной палате говорят, включая ее апологета, председателя счетной палаты Алексея Леонидовича Кудрина, на питерском форуме мы много уделили этому внимания, в стратегическом форуме, который прошел в ноябре уходящего года. Все это, конечно, должно быть нам подспорьем в качественном новом государственном и муниципальном управлении. И, конечно, такой проект, как умный муниципалитет, умный город, умное село, они должны получать всевозможную государственную поддержку. Огромная роль в этом принадлежит и губернаторам соответствующих субъектов. Мы знаем, что в Московской области активно применяется институт обратной связи. И порой не знаешь, где и когда она пригодится. Вот просто один пример проведу и буду закругляться, пойду на другие секции. Вот одна из позитивных новаций в сфере налогового законодательства от последних лет – это введение налога на профессиональный доход граждан. Налог на самозанятых, так называемый. 4,6% в зависимости от того, у кого устроено физического лица или юридического лица, соответствующий гражданин, без найма, значит, других работников. То есть работает только благодаря своей компетенции, своим навыкам и умениям. Вот мы довольно новая государственность, несмотря на то, что 30 лет исполнится в следующем году, и нашей Конституции, и новая российская, с 1991 года, да, уже 30 лет прошло, но в нашей вот правовой реальности, да, с принятием Конституции прошло всего лишь 30 лет. В масштабах человеческой истории, истории цивилизации и ничтожный период, и, честно признаться, даже налоговая наука, как наука, у нас на самом деле вот появилась не так давно, и сказать, что она как-то научно или статистически обосновывает те или иные ставки, весьма-весьма сложно. Вот показательный пример обратной связи и цифровизации учета мнения населения при введении ставок налога на профессиональный доход. Я уверен, что никто не скажет, откуда появилась цифра 4,6%, 4%, я знаю совершенно точно, 4% значит появилось в результате опроса населения, граждан, занятых в теневом секторе экономики, сколько на их взгляд они готовы были бы платить, чтобы легализоваться и как бы отдать долг государству, получать полноценные медицинские услуги, весь пакет государственных услуг, с учетом того, что они не являются плательщиками налогов, поскольку заняты в теневом секторе. Вот по результатам опросов более 36 первая позиция граждан назвали цифру 4%, и Федеральная налоговая служба, которая этот эксперимент внедряла, поставила эту цифру в 4%, и как следствие данный инструмент и данный институт пользуется довольно серьезной популярностью, хорошей популярностью у населения, поскольку можно указывать самозанятого в биографических документах. Для нас, как для политических партий, важно, что граждане теперь указываются не как безработные или ищущие работу, состоящие на бирже труда, как и человек самозанятый. На самом деле очень важная вещь, когда мы подсвечиваем этот сектор занятости, люди выходят из тени, и весьма позитивно выполняем фонд медицинского страхования. И все, что связано с постановкой на учет, тоже максимально утилитарно, максимально упрощено. Стать самозанятым можно путем нажатия двух-трех клавиш. И второй, последний момент, связанный с этим режимом, поскольку была довольно серьезная дискуссия. Я представитель оппозиционной фракции, мы начинали с довольно жесткой критики налога на профессиональный доход. А потом, когда я на своих страницах провел опросы, пообщался с избирателями, понял, что на самом деле очень многие поддерживают ведение этого института с точки зрения проявления какой-то своей гражданской позиции. И, значит, количество скачиваний приложения поначалу не вызвало какого-то воодушевления у апологетов этого института. И когда они опросили население, опять же, через цифровые сервисы, почему они не пользуются личным кабинетом Федеральной налоговой службы, личным кабинетом самозанятого, тоже первый в популярности ответ был в том, что нельзя поменять фотографию. Ну и многие тестировали, просто фотали себя на фронт-камеру, получался неудачный снимок, и поменять его уже было невозможно. Когда они эту неточность устранили, то количество скачиваний возросло в разы. Вот вроде бы такие элементарные вещи, но если вы являетесь, практически все являетесь пользователем смартфонов, то наверняка знаете, что обновлять программное обеспечение – это довольно регулярное занятие, нужно постоянно выделять на это время, следить за этим, это повышает качество предоставления услуг. К чему я это сказал? К тому, что если мы становимся на путь цифровизации и внедрения этих институтов, нужно понимать, что это очень тяжелая и повседневная работа. Потому что многие, делая первые шаги, сталкиваются с трудностями, сталкиваются с какими-то зацепами, задирами и полностью отказываются от этой идеи. Это очень плохая тенденция. Наоборот, нужно любую критику, любые предложения, любые отзывы со стороны населения при внедрении всех утилитарных сервисов, особенно в секторе предоставления государственных муниципальных услуг и в секторе госуправления, поскольку граждане идут обычно с какими-то просьбами, ждут оперативности, ждут качества, ждут внимания, уважения. И здесь нельзя обмануть их ожидания, нужно наоборот совершенствовать эти инструменты, закладывать на них очень много времени, готовить эти кадры. На самом деле, на уровне муниципалитетов мы понимаем, что этих компетенций просто нет, их этому не учат. Приходится людей собирать просто по крупинкам, формировать эти команды, чтобы они хотя бы полноценное информационное и интерактивное сопровождение обеспечивали в том или ином муниципалитете, уровне муниципального района, округа, в городах, конечно, дело обстоит чуть попроще. Поэтому это очень тяжелый путь, но путь неизбежный, потому что у нас нового просто нет, мы должны качественно усовершенствовать свое государственное управление и качественно повысить эффективность ведения городского и муниципального хозяйства. К сожалению, другого не дано, я вас всех призываю к очень открытому и откровенному разговору, к интересным докладам, новым идеям, предложениям, а мы от имени коллег по финну университету, по комитету в Государственной Думе готовы все эти идеи всячески внедрять, отстаивать. Здесь можете на нас всячески рассчитывать. Спасибо большое за внимание. Уважаемый Алексей Николаевич, спасибо. То, как вы влияете на цифровизацию, видно даже по количеству онлайн-подключений. За время вашего пятиминутного доклада почти 100 подключений дополнительно. Вопрос, пожалуйста. В микрофон. Хорошо. Меня зовут Татьяна Нечаева, научно-советский центр играли в группу, и у меня вопрос. Вот вы все говорите, догнать, перегнать, сделать, а вот как это вообще технически обращаетесь, куда? То есть если мы произвели, разработали, изобрели и так далее, то есть под нами довольно много ребят, которые что-то там изобретают, делают, куда? Да. И эти идеи забирают и забирают, а здесь я вот как-то не вижу, чтобы за нами выстроилась очередь, я говорю, давайте сюда эти ваши идеи. Я говорю, давайте есть, мы можем произвести все, что угодно. Вот вам нужно участвовать в этом конкурсе и прийти в тот-то тендер. Я сюда-то вот еле-еле попала, если честно, в пустой зал, а все мои коллеги получили отказы от этого мероприятия, то есть не смогли сюда попасть даже на эту площадку. Поэтому как у вас там цифровизация работает, как технически к вам достучаться, чтобы кого-то перегнать, в общем-то мы готовы и вот эти, мы все эти, знаете, как бы думаем, что нас должны догонять и за нами должны бегать. И я считаю, что то время, когда гениальность, гений, изобретатели, они должны стать просто народным достоянием, и за ними бегает весь мир, а здесь не бегают и не побежали. Хотя, кого вы хотите перегнать, если вот надо догонять именно вот этих людей, которые и... Как? Как? Вот какой алгоритм? Я всех спрашиваю, какой алгоритм, чтобы здесь запустить и действительно производить здесь, в России? Мы готовы поставить клеймо, сделанное в России. Как? Вот два-три года надо подождать, надо вложить, надо вот это, надо прийти туда, и вот куча всяких. Как технически, скажите, алгоритм по шагам? Куда? А эти люди должны идти. Институты какие-то там, какие-то там площадки, где это все? Извините, пожалуйста, а вы кого представляете? За кем бегать, я могу понять? У меня научно-исследовательский центр «Алифгрупп». У вас есть готовый какой-то продукт? Да, есть. Хорошо. Вот вы же живете в современном мире, да? Пожалуйста, можете в соцсети мне написать, прислать там презентацию вашего проекта, и я готов там вплоть, если он действительно интересный, вплоть до с министром информационных технологий наших, да, их связи с Максом Шардаевым переговорить, вот, и подсказать, как его там внедрить. Хорошо? Хорошо. Надо себя же уметь презентовать, вы же знаете, у нас в этом большая проблема. В этом весь фокус. Вы пойдете на курсы самопрезентации, вы освоите пиар, вы освоите вот это, вы вот как-то не слишком много вот этих вот… Вы должны прийти и нас всех искать, где мы спрятались. А в таких гениальных, которые спрятались, они еще с синдромом Эспергера и со всеми делами, изобретателей, их очень много, их надо искать вам. Можно я тоже оставлю немного? Ну вот, то, что приходится наблюдать, ну, совершенно справедливо. Нужно себе отдавать отчеты, быть объективным. Сфера, ну, скажем так, в целом бюджетная, да, государственного муниципального управления, она весьма инертная. Весьма инертная, особенно на муниципальном уровне, где с кадрами и с финансированием не все так гладко, как на субъектовом. И здесь, как бы, две крайности. Или молодые технократы, романтики, да, которые, как бы, интересные презентации предлагают, но не имеют необходимого жизненного опыта и, там, знания, может быть, там, страны и чего-то там своего субъекта огромного. Либо консерваторы, да, это олдскул, да, старая школа, которые прошли, там, и МСАМОЛ, и 90-е, которые, значит, цифровизацию так скептицизм воспринимают. На самом деле, мы немножко опошлили этот термин за последние годы, за счет того, что много очень про это говорим, но очень мало делаем. И по нацпроектам цифровая экономика одна из, по исполнению одна из худших программ по исполням 43% всего. Огромные деньги выделяются, но мы видим, что даже они не находят своего адресата, и здесь очень тяжело поженить, да, разработчиков, бизнес и власть. Вот поэтому мы и говорим, что какой-то точкой сборки, наверное, должна все-таки стать экспертная научная среда. Поэтому мы говорим про современный университет, про эти площадки, где мы можем с вами встречаться. И вот в других обстоятельствах мы вряд ли бы встретились, потому что у нас комитет все-таки не профильный, не про цифровизацию. Он про региональное развитие, про экономику, правоуправление, про институты власти на местах, в регионах. Для нас цифровизация – это средство. У нас много институтов, которые мы поддерживаем и развиваем. И цифровизация далеко не самая важная, но, к сожалению, здесь мы существенно отстаем от наших конкурентов. Поэтому действительно инертная среда, конкурсные процедуры, вы здесь абсолютно правы. Но создавая, здесь придется постараться преодолеть сопротивление, волокиту. Но когда у вас будет готовый продукт, масштабировать его, поверьте, будет очень и очень легко. Я вам даже сказала пример. То есть мы получили приглашение от Мухи на выставку, а сюда мы решили отправиться. Ну, вы же здесь и места свободные есть. Это все из-за коронавирусных ограничений, наверное. Но вы абсолютно правы. Действительно, среда специфическая. Ну, мы же с вами знаем, да, если прочитать про эти все крупные корпорации, IT-гигантов, там, Google, там, не знаю, Yahoo или там Huawei. Ну, Китай, наверное, не самый лучший пример, но вот в западной модели. Мы же понимаем, что это за среда, да. Сверхтолерантная, ну, специфическая, да, безбарьерная, да. Мы прекрасно понимаем, что это люди, вот если их взять, вот, Илон Маск или там Воложа, да. Ну, совершенно очевидно, что люди, которые отличаются от рядовых россиян, они действительно особенные. Но эти их особенности дают им возможность создавать очень серьезные проекты, передовые проекты, потому что они по-другому видят мир. Я никогда в жизни не напишу никакую программу. Поэтому этих людей и этих ребятишек, в том числе учащихся, нужно беречь, искать их какие-то скрытые таланты и никогда не знаешь, где следующий, Силь Джобс или Илон Маск. Поэтому это очень важно. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, Алексей Николаевич. Да, найдете. Хорошо. Да, я, Алексей Николаевич, если нет возражений, я передаю слово Павлу Витальевичу Малинину, генеральному директору НПУ «Национальные технологические системы и комплексы» Павлу Витальевичу. Я бы попросил с места, возможно это? Да, это возможно. Спасибо. Уважаемые коллеги, я себе позволю доклад построить в форме «Критикуешь – предлагай – предлагаешь – делай». Вот как раз то, что коллега критикует, но я хочу еще предложить. На сегодняшний день около 15% предприятий жилищно-коммунального хозяйства применяют элементы цифровых технологий. Только взаимосвязанность и их совокупность приведет к целесообразной цифровой трансформации. Одним из основных направлений жилищно-коммунального хозяйства является водоснабжение и водоотведение. Данное направление способствовало сильному импульсу в применении цифровых технологий за счет реализации федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология». Реализация федеральной программы «Чистая вода» позволила собрать и объединить большое количество информации, качество и количество, которое не всегда позволяет принимать оперативные и стратегические решения. В рамках выступления считаю необходимым более подробно осветить вопрос уровня доступа к большим данным, механизм контроля эффективности инвестированных государственных средств, формирование данных о мониторинге экологической безопасности источников водоснабжения, формирование тарифа для населения, монетизация результатов федеральной программы. В программе «Чистая вода» предусмотрены такие цифровые технологии, как создание интерактивной карты контроля качества питьевой воды в Российской Федерации. Это глобальная задача, и она выполнена. Но кто-нибудь ее открывал? Какую смысловую нагрузку она несет, кроме красивой картинки? На мой взгляд, изначально данная карта должна была обеспечить больший спектр задач, направленных на переход к цифровой экономике, сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сразу хочу оговориться, что цифровые технологии – это не цифровая экономика как таковая. Для перехода жилищно-коммунального хозяйства в аспекте федеральной программы «Чистая вода» к цифровой экономике мы должны подобрать набор цифровых технологий, позволяющих обеспечить сбор, хранение и обработку больших данных с последующим алгоритмом принятия решений. В частности, необходимо разработать стандарт, позволяющий обеспечить единственные измерения анализов воды, их структуру и объемы этих измерений. Для этого должны использоваться современные наборы инструментов, позволяющие в онлайн-режиме оценивать качество и количество воды, подаваемой населению, как маленького села, так и большого мегаполиса. Приведу пример. Благодаря системе датчиков и разработанному нами программному обеспечению, на новых станциях водоочистки, станция сама, в случае изменения входящих параметров воды, используя объективные цифровые данные, настраивает работу оборудования в предельных параметрах и доводит качество воды на выходе до норм санпина. Помимо этого, в удаленном доступе мы видим журнал ошибок и работы каждого элемента системы. Количество воды на выходе и ее качество с возможностью регулировки. Вы знаете, я видел достаточно много проектных решений станции водоочистки по всей стране, но все они не обеспечивают современных требований цифровой трансформации. А как результат, на интерактивной карте мы видим устаревшие и неактуальные анализы воды. Это данные начала 2021 года, начала 2022 года. А информация об одном из самых технологически развитых городов, таких как Казань, она вовсе отсутствует. Но Магадан есть. Помимо данных о работе оборудования и качестве воды, необходимо обеспечить все объекты водоснабжения системы контроля и управления доступом. При том, что в России имеются серьезные производители как оборудования, так и программного обеспечения. Например, группа компании «Рубеж». Их разработки позволяют не просто распознать совершенный факт нарушения безопасности, но и предотвратить его на ранних стадиях. Так как безопасность и качество воды напрямую связаны с безопасностью всех жителей населенного пункта, в который поступает вода. В настоящее время все новые объекты обеспечены только камерами, а в лучшем случае выведены на пульт охраны. А зачастую это просто камеры, ведущие видеозапись. Получение цифровых данных накладывает определенную ответственность за безопасность получения, хранения и обработки данных. Конечно, следует разделять количество информации на страты. На слайде представлено это муниципальная организация жилищно-коммунального хозяйства или обслуживающая компания. Региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства. Федеральное министерство жилищно-коммунального хозяйства. На муниципальном уровне принимаются оперативные решения, такие как устранение поломок, внесение изменений в алгоритм работы оборудования, калибровка оборудования, недопущение или устранение чрезвычайных происшествий, обеспечение безопасной работы станции. На региональном уровне принимаются как оперативные, так и стратегические решения, мониторинг работоспособности и эффективности объектов с последующим внесением корректировок, планирование строительства новых объектов. Но на федеральном уровне принимаются только стратегические решения, такие как мониторинг эффективности инвестированных средств и план бюджетирования. Продолжение следует... Все забыли про объект. Но эмпирическим методом исследования установлено, что во многих случаях происходит следующее. Увеличиваются расходы на содержание и эксплуатацию нового объекта. В местном бюджете денег нет. Необходимо увеличение тарифа. Люди отказываются платить. Станцию выключают. Об этом на региональный уровень информации дойдет существенным опозданием. А на федеральный и вовсе не попадет. В рамках цифровой трансформации и должен быть решен вопрос открытости информации, ее доступности и оперативности, но согласно стратификации. Безусловно, качества исходной воды в каждом населенном пункте разные. Алгоритм классификации источников водоснабжения и методика их широко описан в справочнике перспективных технологий водоподготовки и очистки воды с использованием технологий, разработанных организациями обороны промышленного комплекса и учетом оценки риска здоровья населения. Исходя из этого, стоимость обслуживания и эксплуатации каждого объекта разнится. И это влияет на тариф для населения. Но из чего он складывается изначально, могут ответить далеко не все эксплуатанты. Благодаря сбору и анализу больших данных получится перейти от субъективного метода тарифообразования к объективному. И на основе объективных данных принять решение о необходимости субсидирования тарифа или отсутствия такового. Обеспечить тарифообразование по принципу разумной достаточности, конечно, хорошо. Но существует и глобальная задача. Зная и понимая мгновенное и периодическое потребление воды и ее качества, мы получаем мониторинг экологической безопасности водных объектов. Можем спрогнозировать их истощение и ухудшение. Заранее предпринять меры недопущения чрезвычайных ситуаций. Конечно, для государства такие долгосрочные инвестиции, как федеральная программа «Чистая вода», обязательно должны быть монетизированы. А как вы думаете, как государство сможет это монетизировать? Ответ прост. Качество жизни, ее продолжительность и рождаемость напрямую связаны с доходами государства. И эту информацию мы сможем с вами увидеть при цифровизации уже медицины. Знаете, в завершение хочется сказать, что цифровая экономика, как и экономика в целом, начинается тогда, когда есть экономия на масштабе. Большое спасибо. Спасибо большое, Павел Иванович. Какие будут вопросы, коллеги? Значит, если вопросов не будет, то я хочу предоставить слово Комкову Константину Анатольевичу, заместителю председателя Курской областной думы. Константин Анатольевич. Да, добрый день, коллеги. Привет. Рад приветствовать вас. И важная тема. И, честно говоря, проанализировав это, желая сократить, хочу отказаться от доклада, который я там подготовил. Может быть, какими-то наблюдениями, которые сегодня обговариваются, которые, на мой взгляд, актуальны. Особенно в разрезе того, что сегодняшнюю секцию проводит все-таки комитет по связанию с госуправлением муниципальным управлением. Но в двух словах все-таки скажу, что сегодня для Курьян обеспечена возможность получения посредством, если мы говорим о цифровизации госуправлением муниципальных услуг, я хотел бы на этом сделать акцент, 84 номинования региональных муниципальных услуг. Вот как бы здесь по цифровому есть, и порядка за вот эти несколько месяцев, за январь-октябрь 2022 года, за массово-социально значительными услугами от жителя региона поступило 52 126. То есть, ну это вот как бы такие мазки, характеризующие, наверное, региональную систему, такой региональный взгляд, региональный опыт. Сейчас до конца года мы планируем еще вывести три услуги, среди них массовые социально значимые услуги еще на уровень ИПГУ. Очень важный момент, в чем мы можем охарактеризовать такой Курской области, это в том, что мы активно работаем с госкорпорацией Росатом. И здесь умный город, ну в Курской области расположен один из крупнейших объектов Курской АЭС, поэтому здесь в рамках реализации реализуется проект «Умный Курчат». Я бы здесь, здесь есть некоторые проблемы, но я бы хотел бы остановиться, на мой взгляд, таких некоторых особенностей, наверное, нескольких их выделю. Первый момент, это, конечно, сегодня в госуправлении, в государственном муниципальном управлении очень важную роль играют центры управления регионов. В Курской области они созданы, в Курской области входят в пятерки лидеров, в топ-5, в топ-10 по взаимодействию центров управления регионов. Одним из первых в России мы сейчас формируем, тоже смотря на опыт Московской области, муниципальный центр управления регионов. Как раз здесь с обратной связью, на мой взгляд, такой важный момент, и важный момент в плане обратной связи, в плане, в том числе, и доступа к услугам. Здесь важный момент, и я думаю, что его стоит рассмотреть и на федеральном уровне, учитывая, что сегодня из организаторов является Государственная Дума. Это, конечно, вопрос цифровизации, связанных с 59 ФСЗ, закон об обращении граждан. Мы видим, что сегодня поступило изменение в закон страны Горелкина и Калеха, который как раз характеризует о том, что обращение граждан может фиксироваться и через сайт госуслуг. Но, тем не менее, сегодня цифровизация 59 ФСЗ, это то, что мы видим, это то, что объективно назрело. Следующий момент, который тоже хотелось бы обозначиться, это то, что сегодня важно для направления, это некая пересмотра или оптимизация указа президента об оценке услуг муниципальных и услуг госмуниципальных услуг. В том плане, что платформа, которая сегодня предлагается, предлагается сделать через некоторые порталы опросов, правда, с вовлечением индивидуальной системы, но, на мой взгляд, система подачи и система самого проведения опросов, мы видим, что она в таком несколькой степени устарела и требует обновления. И обновления касается услуг, когда оценка через соцпорталы в регионах, идет оценка услуг, связанных с предоставлением в области транспорта, в области здравоохранения, в области образовательных услуг. Следующий момент, который хотелось бы тоже обозначить, это то, что касается, учитывая, что представляем законодательное собрание, это, конечно, по цифровизации и какой-то, может быть, единой платформе, как есть связанность на уровне администрации субъектов. Это единый стандарт по оформлению, в том числе, и законодательных площадок в социальных сетях. Почему? Потому что мы здесь фиксируем разницы и в некоторых сайтах, и здесь, как бы, оценки есть. И унифицированное приложение по представлению законодательных органов власти в социальных, не только в социальных сетях, но и в плане цифровых сервисов, они тоже, на мой взгляд, требуют такой унификации. Важный момент, который сегодня тоже затрагивает, но затрагивает наши коллеги на уровне Государственного Думы, на уровне Федерального Федерации, это цифровизация наказов избирателей. Мы здесь понимаем, что в большинстве субъектов существуют наказы избирателей, они в равной степени фиксируются через обращения граждан, но я думаю, что тот опыт по работе, связанный с реализацией программы комфортной городской среды, он позволил увидеть высокую вовлеченность в данный проект. Поэтому, я думаю, что говорить сегодня о цифровизации наказов, тоже возможно, это тоже площадка как раз для какой-то выработки не только цифровых решений, но и выработки нормативных решений для всей страны, может быть, с использованием какого-то уникального опыта, связанного в регионах. Следующий вопрос связан как раз с цифровизацией, ну, он косвенно цифровизацией, это, наверное, цифровизация там и открытостью власти, это связано все-таки с пониманием и нормативной базы, в том числе на уровне Федерации и регионов, связанных с реализацией доступа, ну, так называемых законов размещения его в участии в социальных сетях органов государственной власти и пабликов наших территориальных и федеральных органов. Еще один момент, который сегодня, на мой взгляд, нуждается в дальнейшем развитии и, может быть, выходе там на, он даже, может быть, не только на уровне технологических развитий, но и на уровне доверия общества к системе дистанционного электронного голосования. Курс был один из семи субъектов, где это реализовывалось и в 2020, и в 2021 году, и в 2022 году, то есть все три года мы курс активно участвуем, мы видим плюсы, от этого мы видим об этом плюс в время коронавируса, но вот здесь дальнейшая популяризация даже в степени повышения доверия к этой системе и дальнейшее развитие, на мой взгляд, необходимо, это тоже один из таких вызовов актуальных времени. Вот, я такие моменты бы обозначил, на мой взгляд, может быть, по сравнению с коллегами, которые детально реализуют проекты, но это вот такие взгляд из региона, на мой взгляд, такой, который сегодня есть и на законодательном уровне, который может быть интересен для дальнейшей активного взаимодействия из федерального и регионального законодателя и обсуждения на дальнейших площадках. Спасибо большое, попытался, так сказать, чуть вложиться в лимитированное время. Спасибо. Уважаемый Константин Анатольевич, спасибо вам большое. Ну вот цифровизация наказов, это, честно говоря, вообще новая тема, я с ней даже не сталкивался, по-моему, удивительно. Можно чуть-чуть дополню, я как раз поддержу докладчика, в Московской области, как раз по результатам избирательной кампании 2021 года, она была сопреждена в нашем регионе и как Государственной думой, так и в законодательное собрание региональное, Московскую областную думу. Вот была проведена, по крайней мере, политическая партия «Единой России», которую я представляю, работа по сбору наказов, и мы их всех как раз отфильтровали, цифровизовали. Из них как раз сформировали в том числе инициативное бюджетирование, в том числе затронули важную очень программу, электорально важную, комфортная городская среда. И, соответственно, мы буквально каждый месяц делаем внутрепартийную историю, отсечку, как раз какие наказы уже выполнены и какие мы корректируем планы на будущее. Это очень правильно и это обязательно нужно делать. И достаточно прозрачно избирателям понятно, что бумагу никто не выкинул в урну, вот она есть. Абсолютно верно, да, спасибо за поддержку и за слова какие-то. Спасибо, Геннадий Олегович, спасибо, Константин Анатольевич. Слово предоставляется Гришину Дмитрию Валерьевичу, руководителя Центра профессиональных управленческих сообществ. Русатом инфраструктурные решения приготовится Шорохова, Алене Александровне. Друзья, всех приветствую. Спасибо большое организаторам, что дают возможность выступить на таком представительном форуме под эгидой Госдумы. Спасибо всем, кто собрались здесь и спасибо за те вопросы и проблемные зоны, которые поднимаем. Я, наверное, выступлю с больше пессимистичной позиции, добавлю в наш оптимизм местами такого видения со стороны муниципалитета. Хотел обратиться в зал. Коллеги, а кто-нибудь из муниципалитетов здесь вообще присутствует? Нет? Есть? Ну, в общем, да. Вот если там я буду вдруг правильно говорить или неправильно, буду на вас посматривать, вы там мне киваете или там вот так вот делаете там, да, хорошо. Значит, как меня представили правильно, соответственно, представляю Русатом, его дивизион, который занимается умными городами. В предыдущем выступлении докладчик говорил об умном Курчатове. Это мы, умный Курчатов в этом году, вы, заняли одно из призовых мест в Минстроевском конкурсе, чем мы очень гордимся. Вот, а история вообще создания умных городов и работы с цифровизацией муниципалитетов уж уходит своими корнями как бы в 18-й год, где проект «Вофис» под моим руководством начал работу с нашими атомными городами на 20-ю дичью. И мы в какой-то момент времени изначально испытывали иллюзию небольшую того, что мы придем, сделаем некую коробку, в которой можно будет Ctrl-C, Ctrl-V, если кто-нибудь знает такие символы на клавиатуре, значит, разворачивать на любой другой муниципалитет, и все будет замечательно. Однако есть набор обстоятельств, о которых я хочу как бы рассказать, потому что, как человек, который прошел уже больше 50 проектов цифровизации в различных муниципалитетах, ну, я немножко заложник вот такой Стокгольский, средь синдрома у меня, я очень переживаю за наши муниципалитеты с точки зрения цифровизации. Значит, первое, сегодня уже говорили об этом, Наталья Борисовна упоминала в своем выступлении о том, что вообще у муниципалитетов нет времени у сотрудников. Они очень сильно перегружены. На самом деле все, в том числе цифровые механизмы, которые мы с вами обсуждаем, позитивные, которые ускоряют что-то на уровне федерации, ускоряют что-то на уровне региона, они в конечном итоге, если касаются муниципалитета, там очень много чего делается руками. Как пример, сегодня мы, Наталья Борисовна рассказывала про колоссальные затраты, связанные с отчетностью, которые существуют. Это один из самых затратных процессов, которые в том числе, я вообще считаю, что, значит, делает непривлекательную муниципальную службу, потому что там ты вроде как привык к смартфону и еще чему-то приходишь. У тебя там PDF, варды, значит, и сбор отчетности по телефону иногда бывает. Вот, значит, следующий момент, который есть, очень важный, это, да, я прошу прощения, да, значит, вернусь к первому тезису, он заключается в следующем, что все вот эти ускорения на верхнем уровне приводят к тому, что очень много муниципалитетам приходится делать руками. То есть быстрее проходит связь вниз, цифра там не появляется, мы это отдельно сейчас там обсудим, почему, и то же количество людей вынуждено делать большее количество операций, поэтому перегруз растет просто от года к году. А вторая часть, это такой термин у нас забавный есть, который тогда веселит публику, значит, это цифровой зоопарк. Дело в том, что, вот, если взять 100 тысячный муниципалитет, даже не крупный, да, ну, 100 тысяч жителей в котором, там от 50 примерно до 80 IT-систем в зависимости от муниципалитета, и причем они все разные. А потом еще, если мы возьмем от региона к региону, то еще и все региональные системы разные. Кто немножко, как бы, представляет себе системную архитектуру, понимает, что в такой ситуации, как бы, то есть количество интеграционных коннекторов, как бы, практически в каждом конкретном муниципалитете нужно будет, как бы, то есть творить заново, а это гигантские, как бы, затраты, трудозатраты, и говорить о том, что мы можем какие-то данные откуда-то забрать, это, ну, в общем, немножко не совсем так сходу. Следующий момент у нас, это, сегодня тоже поднимался вопрос об этом, отсутствие компетенций. На самом деле в этом ничего зазорного нету, то есть, как бы, здесь совершенно нельзя сказать о том, что муниципалитеты в чем-то виноваты. Дело в том, что, значит, ну, как там, кадры у нас, ну, цифровизация отрасли относительно новая, разумеется, как бы, то есть в федеральных центрах и в региональных центрах компетенции накапливаются, а если мы отходим с вами от уровня субъектовых, ну, городов, ну, региональных центров, то там с кадрами все достаточно плохо. Я вам больше даже скажу, это очень интересная такая история. Когда наш проектный офис заезжал на территорию первого атомного города с целью, значит, разобраться в процессах и помочь муниципальным служащим, значит, с большим удовольствием работать, как бы, с цифрой, ускорять процессы, оказалось, значит, у нас в команде были люди, которые управляли трансформациями логистических отраслей, бухгалтерии, e-commerce и так далее. И мы, если честно, первые там полгода стояли и смотрели, а с чего, собственно, начать, потому что так, да, вот я вижу, что коллеги смеются, да, значит, да, это, почему? Потому что количество полномочий, которые на муниципальном уровне существуют, оно просто безграничное, а количество поддерживающих процессов этих полномочий, оно, ну, не счетно практически. Следующая история, такой барьер есть, это действие для галочки, это, на самом деле, совершенно не в плохом смысле здесь сказано, даже я признаю, что я сам в этом участвовал в некоторых проектах, вынужденно, вот. Почему? Потому что это, опять же, когда проекты цифровизации очень часто спускаются сверху, то ситуация такова, что приходится, сделаем, а потом что-нибудь с этим будем придумывать. Вот, конкретный пример, муниципалитет, в нем внедрен СЭД, звонок из Минцифры региона со словами о том, что у нас централизованная закупка нового регионального СЭДа, друзья, берем, значит, ну, ребята у нас в муниципалитете прокачаны, цифровизионные говорят, дайте нам АПИ, кто знает, что такое АПИ, поднимите руки, молодежь. Молодцы, все, кто не знает, спросите у них обязательно. Вот, дайте нам программные, значит, концы, чтобы мы забрали информацию из региональной системы, отдали обратно они, какое АПИ, тебе сказали, покупай. И в итоге, как бы, то есть, так как тик-тик на контроле у губернатора, как бы, то есть, люди покупают одну из региональную учетку и начинают руками переносить в свою, потому что процесс-то организован в своей. И это, как бы, соответственно, вот эти вот артефакты, которые очень сильно историю всю тормозят с цифровизацией. Ну и последнее, нет денег. Действительно, сегодня звучало, и это так и есть. Значит, муниципалитеты, это отдельный ветвь власти на сегодня. И программы цифровизации, которые с федерации, допустим, спускаются, они останавливаются на уровне чего? Правильно, регионов. А дальше, давайте берем небольшой муниципалитет для любого главы, если даже какой-нибудь программный продукт стоит 300 тысяч рублей, грубо говоря, например, в год. С чем это сравнимо? Он выбирает мне отремонтировать небольшой дворик, который, спасибо, что киваете, да, вот, отремонтировать небольшой дворик, чтобы, соответственно, отчитаться перед своими избирателями, да, и населением. Либо для своих верных трудяк сделать получше, как бы, ну, в общем, не буду рассказывать, куда, в какую сторону склоняется выбор, думаю, сами понимаете. Так вот, на самом деле, еще нет денег, он в чем еще состоит? Здесь, сейчас просто там следующая итерация, я расскажу про Центр профессионально-правленческий сообществ, который объединяет уже 500 муниципалитетов. ПО очень дорогое, так как самоуправление, значит, у нас даже несколько муниципалитетов внутри региона друг с другом соревнуются, у нас кругом рейтинги. Посмотреть, что у другого, как бы, там сделано и себе передать, это иногда бывает, как бы, то есть ниже, ну, в общем, нельзя так сделать, надо обязательно свое изобрести. Из-за этого каждый вендор, который, он приходит и каждый раз продает заново клиенту, значит, какое-то программное обеспечение. Это гигантские затраты на пресейл, если кто знает, что это такое. И, конечно, это все достаточно печально. Вместе с тем, когда в муниципалитет заходишь, вот так сидит, например, там, зал сотрудников муниципалитета, ты говоришь, ну, что вам нужно, чтобы, значит, стать цифровыми? Они первое время говорят, дайте денег, как бы, и отойдите, мы все сделаем. И тут я над ними обычно шучу, потому что, если у вас нет времени в чем-то разобраться, нету компетенции, чтобы что-то сделать, когда у вас появляется много денег, то из цифрового зоопарка появляется парк юрского периода, вот, цифровой только, да, потому что покупается все, что, как бы, блестит лучше всего. Тут вот, да, что-то неправильно, мне собрали презентацию. Значит, последний барьер, который очень важен. Он, у нас очень много, значит, энергии и в позитивном ключе тратится на образование муниципальных, в том числе, чиновников. Но, друзья, смотрите, как это выглядит на самом деле, все вот эти программы обучения на местном уровне. Берется из одного муниципалитета 3, 4, 5, ну, может быть, 10 человек, значит, и даже в лучшем случае, пусть это даже не онлайн-курсы, а, допустим, куда-то их вывезли, они там неделю позанимались, даже что-то реально освоили, попробовали на каких-то, значит, задачах, даже попользовались каким-то ПО, они возвращаются обратно. Начальник подходит им, хлопает по спине, говорит, ну что, ты в отпуск съездил, дружище? Давай-ка теперь разгребай все, что за неделю накопилось. И это разгребание превращается в неделю или две, и эти разрозненные люди, которые не объединены в команду непосредственно на территории муниципалитета, конечно, не могут, значит, производить какой-то значимый эффект трансформации. По поручению Дмитрия Николаевича Чернышенко мы делились в рамках нескольких мероприятий, как бы, своими вот этими наблюдениями, был создан Центр профессиональных управленческих сообществ в прошлом году, на текущий момент времени мы проводим эксперименты на Астраханской области, и, значит, там местная Минцифра, это первый региональный филиал открыла, значит, в чем суть? Значит, вот смотрите, сейчас я, кстати, да, вот если кому-то интересно, там есть такой QR-код, можно, как бы, отсканировать, писаться на наш канал, как бы, поддерживать, как бы, развитие цифровизации в нашей стране на уровне муниципалитетов, мы очень стараемся это делать, и вместе с тем, так, все, все сфотографировали, молодцы, идем дальше. Значит, смотрите, вот этот вот сложный слайд, я его сейчас в двух словах прямо расскажу, у меня осталось буквально, наверное, полторы минуты, значит, и станет понятно, что мы делаем и куда, и где мы видим точки решения, значит, тех задач, вот тех проблем, которые я обозначил. Вот в левом нижнем углу, если вы видите, МО1, МО2 и так далее, это муниципальное образование 1, 2 и N, соответственно, как бы, ну, вот все муниципалитеты, как бы, нашей страны. В чем смысл? В каждом муниципалитете нашей страны есть сотрудники, которые занимаются, там, значит, управлением делами администрации, кадрами, вот, значит, занимаются, там, юридической деятельностью, ЖКХ, транспортом, культурой, молодежью, там, и прочее, прочее, прочее. Вот на текущий момент времени каждый из них чаще всего вращается, как бы, то есть в самостоятельном режиме, как бы, значит, исследуя какие-то, разыскивая какие-то практики решения своих собственных проблем. Мы их объединяем, как бы, то есть на своих цифровых площадках в рамках нашей коммуникации, и что мы делаем? Мы стараемся выработать с ними, как от конечного заказчика, функциональные требования к программным продуктам, которые дальше передать разработчикам, которые увидят в тех 20, 30, 50 людях, которые поучаствовали из разных муниципалитетов в создании стандартов, ну, требований к ПО, своих потенциальных покупателей. И за счет этого они смогут снизить цены на пресейл. Годовой эксперимент привел к тому, что на текущий момент времени, вот сегодня мы упоминались ЦУРы, мы очень плотно работаем с ОНО-диалогом, я вот только что вернулся из Казани, как бы мы вместе с коллегами там были по поводу организации, соответственно, муниципального центра управления. Кто не знает, что такое ОНО-диалог, это ЦУР, они управляют ЦУРами в наших регионах, Центрами управления регионом. И тоже очень интересно выглядит картинка, значит, какой был эксперимент проведен. С одной стороны, работа с обращениями граждан на федеральном региональном уровне выглядит, что она идеально выстроена. Когда все задачи, которые собраны через инцидент менеджмент, через ПОС, через СЭД, через приемную губернатор, спускаются на уровень муниципалитета, дальше это превращается в кучу чатов в WhatsApp и Telegram, которые с утра до вечера разрываются, и люди, соответственно, тратят очень большое количество времени, просто чтобы перечитать по 100-200 задач, выбрав свою для исполнения. Так вот, собрав специалистов, которые занимаются отработкой обращений, мы выработали набор функциональных требований с их уровня к программному обеспечению, которые сокращаются. В итоге эксперимент удался. Во-первых, удалось снизить стоимость копии продукта для муниципалитета с 5 миллионов до 300 тысяч в год всего. Это первый эффект. А второй эффект в том, что, соответственно, сократилось количество времени работы с задачами, теперь каждый персонально получает именно свою задачу цифровым образом и отрабатывает только ее, не читая 100 задач других коллег. Вот. Ну, собственно, у меня все. В целом, всегда готов к вопросам, коллеги. Очень люблю муниципалитеты. Надеюсь, что жизнь их будет более прогнозируемой и спокойной в области цифровизации. Спасибо большое. Дмитрий Валерьевич, доклад у Вас такое выступление содержательное, яркое. Но я тоже буквально полтора года назад еще был на земле, руководил одним из муниципалитетов в Московской области. Я уверен, что сегодня Гацко Михаил Федорович из городского округа Королев расскажет... Коллеги, а можно все-таки мне выступить? Вы меня уже анализировали? Нет, я передаю слово. Сейчас я просто маленький комментарий. Вот. Про цифровизацию, как раз про цифровое управление муниципалитетами, как раз я думаю, он расскажет. То есть я вот в защиту. Это, может быть, не те системы стоят, они в тех городах вы бывали. Но посмотрите, пожалуйста, в Московской области есть единая программа, Центр управления регионом. Без «Оно» диалог она ставилась, внедрял ее первоначально Максут Шадаев, который работал раньше министром региональным в Московской области. Вот. И она работает достаточно эффективно. Все то, что видит у себя на компьютере губернатор, все то, что у себя видит там в телефоне любой министр, все то же самое видит у себя глава любого муниципалитета, но только исключительно в части своей территории. Каждый заместитель в части ЖКХ, там, спорта, культуры, и специалист, который отрабатывает обращение жалоб, без всяких чатов, без всего, он видит вот эту карту тепловую, так называемую. Во-первых, он туда не лезет, если у него все зеленое. Вот. Он только если начинает там желтеть, краснеть, он начинает входить, смотреть и разбираться с этой, как бы, проблемой. А лучше ее еще предупреждать. Поэтому, ну, здесь опыт нужно изучить, не все так на самом деле плохо. А по поводу выбора я всегда привожу один такой примитивный пример. Денег ни у кого ни на что никогда не хватает, сколько бы их ни было. Нам всегда нужно расставлять приоритету в пользу эффективности. Если мы просчитали, что Центр управления регионом дает эффективность, а в Московской области, например, точно он дает эффективность, вот эта реформа местного самоуправления, где оставили только один уровень управления без сельских поселений, как раз за счет цифровизации управления не получилось потерять ни одного, что называют, связь ни с одним избирателем, ни с одним жителем даже удаленных территорий. Если даже где-то еще там вдруг бабушка, о которой сегодня мы размышляли, не имеет подключения где-то к интернету или не имеет пользоваться чем-то, то есть возможность прийти в свое сельское поселение в МФЦ, и сотрудник МФЦ обязательно также все в этой программе отработает. Спасибо. Спасибо за комментарий, уважаемый Геннадий Олегович. Так, слово предоставляем Шорохова Алене Александровне. Алена Александровна, вы уже на связи? Да, коллеги. Спасибо. Спасибо вам большое за возможность рассказать. Уже очень много теплых слов было сказано в адрес Челябинской области. Пожалуйста, коллеги, следующий слайд. Действительно, мы одни из первых регионов, присоединившихся к проекту «Умный город», который реализуется в рамках Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации. Действительно, проект очень интересный, и, конечно же, хотелось бы отметить, что за последнее время он переживает небольшие трансформации, которые в том числе нам тоже создают определенные сложности при реализации проектов. Но, тем не менее, хотелось бы подчеркнуть, что ключевые принципы указаны у меня на слайде, и самое главное, что, несмотря на все эти изменения, эти ключевые принципы, реализации проекта «Умный город», они сохраняются. Следующий слайд, пожалуйста. Челябинская область с 2019 года принимает участие в этом проекте. Мы были лидерами по количеству городов-пилотов. Если бы реализация проекта именно в рамках городов-пилотов продолжилась, мы бы приросли еще тремя городами в прошлом году и в этом году еще тремя, потому что действительно на примере нашего региона мы видим эффективность реализации данных мероприятий. В каждом городе-пилоте разработана дорожная карта, разработаны, соответственно, детальные планы, как они эту дорожную карту будут реализовывать. И, соответственно, при помощи региона мы стараемся способствовать реализации этих дорожных карт. Могу очень долго рассказывать про те истории внедрения, которые осуществлены в нашем регионе, в том числе и с участием крупнейших вендеров, кто работает в рамках этого направления «Умный город». У нас в регионе три атомных города, у нас в том числе и мы с Дмитрием хорошо знакомы, и работает Дмитрий с нашими муниципальными образованиями, не только атомными городами, но и другими городами. И те проблемы, которые он озвучивал в своем выступлении, они, конечно же, в нашем регионе присутствуют. Но, тем не менее, есть и то, чем хотелось бы похвастаться. Например, еще в прошлом году нам удалось в Челябинске, Копейске и Снежинске внедрить систему автоматического контроля за передвижением дорожной техники. Потому что мы все-таки находимся в зоне определенного климатических особенностей. У нас уже сугробы, и поэтому жители хотят понимать, когда дорожная техника дойдет и до их улицы. Эта платформа позволяет наблюдать за передвижением дорожной техники, когда она дойдет до улиц тех, которые интересуют. Также очень много у нас реализовано проектов, про которые сегодня уже говорили, в том числе и в САДКИ. Вот по тем направлениям умные остановки, умный общественный транспорт. И достаточно серьезные делаются вложения в том числе и в энергосервисные контракты, о которых тоже коллеги сегодня озвучивали. Не только в городах-пилотах, но и наши малые и сельские поселения участвуют в этом. Пожалуйста, следующий слайд. Хотелось бы рассказать о том, что способствует развитию. На федеральном уровне введен индекс IQ, и в нем принимают участие наши 8 городов. Мы изменили немножечко историю. Мы ввели еще и региональный индекс IQ городов, что позволяет тем городам, которые не вошли в систему оценки федеральную, все равно себя примерять, понимать, что необходимо развивать. Тем самым дает возможность главам проанализировать ситуацию в их поселениях. Следующий, пожалуйста, слайд. Центр развития цифровых технологий подведомственное учреждение Министерства цифровых технологий Челябинской области является такой площадкой, оказывающей методологическую организационную поддержку участникам проекта «Умный город». Мы находимся на связке муниципалитетов, Минстроя, вендоров, которые занимаются реализацией цифровых продуктов. И тем самым мы упрощаем работу муниципалитетов, в том числе в поиске тех решений, которые они могут в себя внедрить. И, соответственно, запускаем программы пилотирования, договариваемся с вендорами и запускаем пилотные проекты в городах. Следующий, пожалуйста, слайд. В регионе у нас существуют собственные разработчики, компания «Интерсвязь», которая также разработала приложение «Умный город». Базируется оно на платформе «Умный двор», которая позволяет не только осуществлять элементарный умный домофон, доступ, открыть шлагбаум, открыть дверь. Врач пришел, да, можно открыть, запустить там скорую помощь в запарковку, да, можно и в дом запустить врача. Даже на расстоянии, находясь на работе, можно спокойно открыть там дверь, если у тебя там запланирован кто-то должен прийти. Но это приложение позволяет намного больше. Это и транспортная карта, и мы можем ребенку, например, пополнить платеж к брелку, и он оплачивает проезд в транспорте. Это и оплата ЖКХ, это и запись по врачу, и мы можем посмотреть свободное место на парковках, все в одном приложении. И за такими региональными компаниями, которые понимают специфику регионального компонента и тех потребностей, которые есть в регионе, я считаю, это достаточно эффективная такая стратегия развития. 10 тысяч таких «Умных домофонов» установлено только у нас в нашем областном центре. Соответственно, компания достаточно хорошо себя зарекомендовала и в других регионах. Следующий слайд, пожалуйста. Команды нашей Минцифры. У нас есть еще один подвет, который занимается также разработкой проектов. И один из проектов, который также разработан, это совместный проект Минцифры и, соответственно, Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, проверка разрешения на работу в такси. Мы можем абсолютно понимать, насколько законно осуществляется деятельность, насколько такси, которое вас перевозит, зарегистрировано, и что водитель имеет стаж более трех лет. И эта процедура достаточно легка при помощи телеграмм-бота, который каждый житель города может себе спокойно установить. И следующий слайд, пожалуйста. Также нашей командой Минцифры совместно с командой Министерства экономического развития Челябинской области была разработана система управления реализацией инвест-проектов. Такой своеобразный датчборд, в котором заведено более 300 инвест-проектов, реализуемых в Челябинской области, и позволяет осуществлять в ней межведомственное сопровождение проектов. Туда достаточно сегодня очень много наших органов местного самоуправления подключено, в том числе и непосредственно те муниципалитеты, на территории которых этот инвест-проект реализуется. И, соответственно, все лица, принимающие решения для того, чтобы этот инвест-проект случился, они видят этот датчборд и могут отслеживать. Проект этот заинтересовал уже и другие регионы. Мы получили письма с высокой оценкой разработки из Мурманска, Оренбургской, Орловской, Архангельской, Кеменской областей. И успехи Челябинской области – это результаты планомерной работы и полного межотраслевого взаимодействия, которое решается путем коллаборации и создания площадки для обсуждения текущих вопросов. И если в регионе все-таки цифровизация находится в надежных руках и созданы команды цифровой трансформации, у нас, например, есть такая еще управленческая практика, как ежемесячное проведение под комиссии по цифровому развитию муниципалитетов, которая позволяет нам также мониторить, управлять, доводить информацию до муниципалитетов практически в таком активном, проактивном режиме. Поэтому, коллеги, большое спасибо, что дали возможность еще раз рассказать о нашем регионе. Пожалуйста, последний слайд. Спасибо большое за внимание. Мы, конечно, со своей стороны хотели бы пообщаться с коллегами из подобных центров, если они существуют в других регионах. Я знаю, что будет также и запись нашей встречи. Если у нас существует в других регионах центры, которые также занимаются цифровизацией муниципальных образований, которые занимаются межведомственным взаимодействием между министерствами и занимаются цифровым развитием, мы были бы рады посотрудничать и пообщаться, найти также общие темы для обменного опыта. Спасибо большое. Желаю всем удачи и хорошего дня. Да, спасибо, Алена Александровна. Вам аплодируют, если вы не слышите. Козлов Александр Сергеевич. Ну, понятно, что с таким лидером такие проекты должны происходить. Ему большой-большой привет. Да, вам тоже Александр Сергеевич передавал привет. Мы с ним встретились на одном из совещаний. Спасибо, Алена Александровна. Спасибо за доклад. Ну, вот нам пишут, что на муниципальном уровне необходимо развивать реформу в отношении полномочий и для решения вопросов местного значения, для внедрения цифровизации. Вы знаете, мне кажется, этому вопросу, наверное, лет 20 уже. И он на повестке, и на разных площадках. Не все так просто. Но, мне кажется, это та площадка, куда вопрос корректно задан, потому что здесь представители Государственной Думы, и мы обязательно его зафиксируем. Спасибо большое. Так, слово перерыва. У нас осталось три докладчика, поэтому мы работаем без перерыва. Но, коллеги, чуть-чуть потерпите. Значит, Михаленко Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, доцента. Наталья Васильевна, будьте любезны, к микрофону мы вас ждем. С докладом «Цифровизация государственного управления в правоохранительной сфере. Архитектура цифровой трансформации». Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги, все присутствующие. Хотел бы поблагодарить организатора форума за приглашение. Я представляю такую необычную сферу. Обычно вы нас не приглашаете, потому что мы считаемся представителем закрытых систем. Хотя, исходя из того, что сказали все докладчики, в настоящее время самыми актуальными, конечно же, являются вопросы взаимодействия, информационного обмена и интеграции систем, цифровых систем во все сферы жизни, в том числе и в правоохранении. Начну с того, что, конечно же, цифровизация государственного управления, она не возникла ниоткуда, и ни вдруг, и ни сейчас, и ни 30 лет назад. Например, в системе МВД первые шаги к цифровизации были, возникли и реализовывались где-то с начала 1970-х годов. И самым ярким примером, наверное, для обывателей являются, конечно же, так называемые информационные центры, которые выдавали те или иные справки о наличии судимости, либо ее отсутствии. Это все существовало достаточно давно. Еще хотела бы начать, наверное, или сказать с хороших моментов. Для взрослого поколения есть такой фильм, комедия положений «Ширли Мирли», где героиня Алентовой про русских людей, играющие иностранку, сказала, «Если это у вас кое-что, то как это сказать по-русски, вы мало издоелись». Там было немножко другое слово, но не буду его употреблять среди столь высокой публики. Так вот, на самом деле, по большому счету, все, что происходит у нас в государственном управлении с позиции цифровизации, это очень крутой уровень. И пандемия это подтвердила, то, как у нас это проходило в условиях такой, понимаете, достаточно законодательной неопределенности, возникновения различных сложностей в регулировании этого вопроса и так далее. Мы именно государственное управление, в том числе и на центральном и не муниципальном уровнях, должным образом этот процесс, я бы даже сказала, если говорить о сравнительной характеристике с другими государствами, мы пандемию с позиции государственного управления прошли на должном уровне. Да, были ошибки, но, извините меня, мы были поставлены в такие условия, когда мы были вынуждены просто те этапы цифровой трансформации государственного управления, которые у нас были рассчитаны на достаточно такую долгосрочную перспективу, мы вынуждены были, схлопнув моментом, реализовывать. И возникли, да, возникли новейшие институты, в том числе и законодательные области, для регулирования этих процессов. Хочу вас всех поздравить, нас всех поздравить, что буквально 16 ноября Всемирный банк, да, который, у меня тут записано, как называется, большой рейтинг, да, составил Всемирный банк, опубликовал результаты международного рейтинга стран мира с различным уровнем развития информационных технологий в государственном секторе. Участвовало 198 стран, так вот Россия вошла в десятку, в топ-10 стран с развитым цифровым государственным управлением. Поэтому, конечно же, героиня Алентовой была права. Мы во многом недооцениваем то, что делается на уровне, да, вы можете сказать то же самое и в правоохранительной сфере, поскольку я в основном преподаю на факультете заочного образования на магистрских курсах для руководителей, в том числе системы МВД различных регионов, да, существует огромная разница в эффективности цифровой трансформации. Однако эти процессы происходят, и, конечно, основная цель — это достичь единого какого-то понимания проведения цифровой трансформации, ну и в правоохранительной сфере тоже. Я, поскольку часть моего доклада, она синхронизируется с другими спикерами, тут опущу многие детали, проблемы, они едины, неважно какая сфера — образование, ЖКХ или там строение, правоохранение — то же самое, да. Единственный у нас момент — правоохранительная сфера, она решает вопросы как раз возникших правонарушений, преступлений, угроз, вызовов, да, и поэтому, конечно же, здесь вопросов в скорости развития цифровых каких-то инструментов, применения цифровых технологий наиболее актуальны, да, мы должны иногда зачастую опережать преступников, которые с каждым днем все совершенствуют, совершенствуют способы. Поскольку новый мир, да, новые условия, и самое главное, что еще здесь, что сейчас эпоха конкуренции как раз государственного управления, основной ресурс — это информация, да, и та ситуация, в которой мы сейчас находимся, связанная там с санкциями в отношении нас, и с ситуацией на военно-политической арене, конечно же, возникают вопросы, да, именно информационного такого ресурса. И вот тут как раз все государства конкурируют не сколько полезными ископаемыми и какими-то другими ресурсами, а именно ресурсами государственного управления и применения различных инструментов именно цифровых, да, потому что сейчас цифровое общество, информационное общество. И тут очень важно, конечно же, понимание людьми, которые работают, понимание представителей государственных органов и органов исполнительной власти, конечно же, понимание тех компетенций и полномочий, которыми они должны обладать в условиях цифровой трансформации. На самом деле, как вот сказал Дмитрий, все проблемы, они едины, да, отсутствие времени, отсутствие компетенций, цифровой зоопарк, он присутствует и у нас тоже, отсутствует понимание, да, какие компетенции следует развивать, например, поскольку я выступала в том числе и активным идеологом создания, в том числе и кафедры, на которой сейчас работаю, противодействия преступлениям в сфере информационных и телекомендиционных технологий, это кафедра юридического толка, а где-то в 18-19 годах у нас была четкая позиция, что, ну, условно говоря, да, если так говоря, житейским языком, давайте всех выгоним, оставим одних айтишников, ну и все, и давайте они будут у нас, да, выявлять преступления, расследовать и так далее. Там много желудей, все побежали туда, да, однобукое отношение. Сейчас все-таки появилось понимание, что нужно развивать компетенции, в том числе и у юристов, специалистов, экономистов, да, должно быть четкое понимание в объеме государственного управления в условиях цифровой экономики. Поэтому тут важные моменты. Именно создание моделей профессиональных и личностных качеств, они все понятны. Управление цифровой информацией, принятие цифровых решений, цифровое исполнение управленческих решений, планирование управления, я говорю, уже спикеры об этом говорили, не буду на этом долго задерживаться. Цифровая безопасность, цифровая этика. И вот оказание цифровых государственных услуг и межрежественное взаимодействие. Это вот очень важный момент и с позиции развития регионов, и центра. И тут пока еще больше вопросов, нежели ответов. Ну, мы на пути. Когда мои слушатели задаются вопросом, говорят, ну вот, Наталья Васильевна, все так вот. Ну, понимаете, у нас до сих пор существует двойной документоборот, аналоговый, цифровой и электронный. Ну, вот как же так? Я говорю, знаете, зато мы непобедимы. Знаете, реально непобедимы. С учетом того, что у нас такой пока еще документоборот. Расскажу вам одну историю, которую недавно озвучили как раз один из руководителей Генпрокуратуры, когда Крым вошел в состав Российской Федерации, при, значит, ухода украинские власти уничтожили все базы данных, электронные базы данных, да, в том числе и с описанием кадрового состава прокуратуры на тот момент Крыма. Говорит, зато мы бумажные нашли архивы, все восстановили. Говорит, конечно, я с вами согласен. Таких моментов очень много. Поэтому в этом смысле мы непобедимы. Я могу еще множество рассказать различных историй в этой области, связанных там с расследованием важных дел, когда именно уничтожение электронных носителей, вот этот вот наш пока еще существующий двойной документоборот, он позволял раскрывать очень серьезные преступления. Применение технологий в деятельности правоохранительных органов, это сейчас повсеместно, все стараются, правда, из-за того, что у нас существует, так же, как и везде, цифровой зоопарк, и отсутствие понимания и компетенций в том системном виде, в котором они должны существовать, конечно же, зачастую используют эти технологии кто во что гораст, кто как сумел, кто как подключился, кто как извратился, у кого какая импровизация сработала, тот так и выкручивается. От этого, конечно же, и зависит эффективность. И я думаю, что основным моментом, к которому мы должны прийти, это выработать общий стандарт, общее понимание для того, чтобы это урегулировать, и это стало более системно. У нас используется достаточно много технологий, которые сейчас позволяют достаточно эффективно выявлять, раскрывать преступления, не только связанные с, не только киберпреступлениями, не только дистанционные какие-то мошенничества, но и самые обычные преступления. В том числе, если вы обратили внимание, сейчас огромное количество преступлений в отношении совершеннолетних, тоже, благодаря использованию технологий в деятельности правоохранительных органов, это стало возможно. Ну, проблемные вопросы, они как и везде. Стоимость, в основе всего лежит капитал, не зря об этом говорил Кармарс Фриде Хенгельс, мы никуда от этого не денемся, мы все равно будем возвращаться к вопросу монетизации, капитализации, монетизации и, как сказал Геннадий Олегович, вопросы выстраивания иерархии необходимостей и первостепенных задач. Это, конечно же, неготовность законодательной базы общества к таким технологиям, неизбежные ошибки при использовании современных технологий, очень ярким примером, конечно же, является использование цифровой фиксации дорожных правонарушений, да, все вы знаете, различные, много очень ситуаций в связи с этим возникает, и с фиксированием, в том числе, ремня безопасности, недавно мне один случай рассказали слушатели, что из практики ехал молодой человек на свидание с девушкой, был сам пристегнут, рядом сидел медведь, белый, большой, вез девушки белого медведя на переднем сиденье, конечно, медведь не был пристегнут, и камера зафиксировала такое нарушение, что медведь-то не пристегнули, и пришел штраф на занушение правил дорожного движения через видеофиксацию. И, конечно же, это разница в развитии регионов. Еще важный вопрос, который мы тоже сегодня затрагивали, это... Отель Васильевна, время. Да. Все? Ну, время. Да, ну, хорошо, я скажу пару слов, это оценка цифровой зрелости. Нам пришлось разработать для правоохранительных органов свою оценку, мы хотели воспользоваться там простым прямым решением, но это не удалось, поэтому, поскольку в основном все корпорации и госучреждения исходят из оценки цифровой зрелости, исходя из оценки процессов. Мы делали оценку цифровой зрелости, исходя из кадров, исходя из человека. Такое стало возможно. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, спасибо. Системный юридический доклад, но самое, что запомнилось, мы не заелись. Хорошо. Так, Михаил Федорович Гацко, член Комитета по науке и промышленности Совета депутатов Наукограда Королев. Михаил Федорович, будьте любезны, вам слово. Цифровизация муниципальных услуг. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад будет носить в основном практический характер, поскольку все, о чем сегодня говорится, это испытано на практике. Так случилось, что в 2012 году меня избрали председателем городского совета городского округа юбилейной Московской области, а через два года нам предложили интегрироваться в крупнейший Наукоград, самый крупный Наукоград нашей федерации, это город Наукоград Королев, где я стал заместителем председателя городского совета депутатов. И вот возникла дилемма, а как в четвертьмиллионном городе, а именно четверть миллиона населения стало в Большом Королеве, туда вошел юбилейный, до этого Текстильщик, Первомайский, Болшевый и так далее, и так далее. И вот, если посчитать, сколько персонала было до интеграции, в одном юбилейном 200 администраций, в Королеве 400, Болшевый, Текстильщик, Первомайский торфопредприятие, ну, человек еще по 20. Итого около 700 человек. А в соответствии с муниципальной реформой в Подмосковье, Новый Штат не мог превышать 225 человек. И вот как делать, что делать? Ну, понятно, сначала рассовали муниципальных служащих по муниципальным учреждениям, предприятиям. Они потеряли статус муниципального службы, бонусы, дополнительные отпуска и так далее. Многие повольнялись. А как быть с гражданами? Ведь гражданин не понимает, что у нас проблемы реформирования. Гражданин хочет получить доступность муниципальных услуг. И вот тут нас выручила цифровая трансформация. Нам повезло. Ну, во-первых, город космический. У нас 17 предприятий Роскосмоса, два научно-исследовательских института, Минобороны, которые занимаются космосом, РВСН, вот. И глава города у нас выпускник в этом имени Бауман, он в цифровизации знает больше, чем все остальные. И вот перешли к цифровой организации услуг. И вот была разработана соответствующая программа, цифровой городской округ. Вот это здание, это здание бывшего банка перешло к городу Королеву. Организовали здесь управление городом. Стали лидером проекта «Умный город» с населением более 100 тысяч человек. Все зацифровали, завели в цифру. И вот сегодня в Королеве 213 услуг жителям оказываются в электронном виде. Онлайн, где очереди, что в детский сад, что в первый класс школы, субсидии, многое-много другое. Сегодня этим никого не удивишь. И попытались оцифровать управлению регионом. Первыми в Подмосковье сделали центр управления регионом. 11 апреля 2019 года сделали вот этот зал. И сюда стекается вся информация. Обслуживает вот этот зал, где вся информация. Там, ну как в центре управления полетами. Большие экраны, все выводится. Сидят 11 операторов по 11 направлениям. И снимают информацию в области здравоохранения, ЖКХ, образования дорог, транспорта и прочего. Соответственно, вся информация оцифровывается, выводится на экран. Работает система Пульс города. Что позволяет вот эта система, система называется центр управления регионом. Сейчас эта система уже распространена на все Подмосковье. Это простые вопросы, текущие вопросы, которые можно решить, не заходя в муниципалитет, они поступают сюда, в центр обработки информации. И, соответственно, дальше распределяются по управляющим компаниям. Эффективность приблизительно такая, когда заработал вот этот центр, на 70% сократилось количество письменных обращений в муниципалитет и количество граждан, которые обращаются на личном приеме. Потому что, когда у вас в подъезде не горит лампочка, ну, не надо, наверное, по этому вопросу идти к главе муниципалитета или к председателю городского совета. Все это можно решить другим способом. Соответственно, алгоритм состоит из трех этапов. Первый – создание карты проблемы. На втором этапе решается проблема, доводится задание до конкретного исполнителя, как правило, управляющая компания. И третий этап – это предотвращение проблем в будущем. Мы знаем, где трудности с чисткой дороги, эти трудности именно на центральной части города, на окраинах, там, где бутылочная горлышко, где не разъехаться, не проехаться, где стоит транспорт и так далее. Возникает вопрос, вы, конечно же, спросите, а сколько стоит центр управления умным городом? Стоит недешево. Вот эта вся аппаратура, контроллер, видеостена, матричный коммутатор – это приблизительно 300 миллионов рублей, не считая всякой остальной аппаратуры. Но если посчитать, сколько стоит персонал, избыточный, я вам скажу, если вот сократили в Королеве 400 муниципальных служащих, если бы мы им платили деньги на протяжении пяти лет, это был бы миллиард. Понятно, что эффективность с точки зрения бюджетной эффективности есть. Конечно, вы скажете, а ведь нужно платить операторам, но операторов, я уже сказал, 11 человек работают в качестве диспетчеров, есть у них руководитель, есть, конечно, компьютерные специалисты, но это не 400 человек, далеко. Вторая система, которая внедрена в Королеве, она была внедрена в 2014 году, еще раньше, единая диспетчерская служба. Кроме системы управления городом, есть обычная диспетчерская служба. Здесь, конечно, уже не 11 диспетчеров, а несколько десятков, которые работают и в режиме приема информации, как по телефону, так и по интернету, и по любым другим современным способам получения информации. И смс, и по ватсапу, и вся информация собирается и распределяется. Причем так, на каждом совещании в понедельник в городской администрации докладывают, где какие проблемы. Вот если улицу чистить от снега, то спрашивают, где больше всего нареканий. Если вместе со снегом сошел асфальт по весне, то на каких улицах это произошло? И это ясно по обращениям граждан. И, соответственно, в первую очередь асфальт будут обновлять там, где больше обращений граждан. Это вот удается выяснить, в том числе и через вот такие вот сервисы. и достаточно просто обращаться через мобильное приложение в ЕДС Королева. Здесь можно решить все бытовые вопросы. Если установить счетчик на воду через ЕДС, не надо идти к чиновнику. Звонок, СМС, письмо, все ставится на учет, предварительно звонят гражданину, что ваша заявка принята, а потом узнают, как она реализована, потому что понятно, что управляющая компания может и сделать некачественную работу, поэтому идет контроль. Упало дерево, подключить газ, сантехника не работает, гололед, ямы на дорогах, отопление не соответствует, нету расписания движения транспорта. И вот эти вот все услуги, они фактически приведены учет заявок на услуги приведены в цифровой формат. И также в цифровом формате осуществляется контроль исполнения муниципальных услуг. Понятно, что Королев находится в привилегированном положении, все-таки мы себя называем космическая столица, нам проще, у нас есть специалисты, допустим, если оборудование все на равных покупает, то монтаж оборудования мы, конечно, можем договориться с научно-исследовательскими институтами, чтобы городские, так сказать, не помогли своими специалистами аппаратуру наладить, запустить, это будет, наверное, подешевле, а так на равных. И, в общем-то, результат есть. На сегодняшний день Королев входит в десятку лучших городов России, которые имеют такое почетное наименование «Умный город». Это нам удалось. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Уважаемый Николай Сотч, спасибо большое за интерес. Если есть вопросы, я отвечу. Да, вопросы есть. Следующий вопрос задать. А за округу как раз другие регионы так взять влашу? Соответственно, на работу по-рульному городу, да? Кто может рекомендовать? Ну, проблем никаких нет. Во-первых, если с точки зрения нормативной правовой базы, зайдите в Гарант, посмотрите концепция цифровой городской округ Королев. Там все расписано вплоть до 2024 года и финансо-экономический эффект, затраты и то, что планируем получить и по каким направлениям нужно работать. Это с точки зрения правовой и экономической. А так, конечно же, муниципалитетам хочется пожелать достаточного бюджета. Вот бюджет города Королев, мы вот в минувшую среду на Среде депутатов на будущий год обсуждали предварительно. У нас 11 миллиардов, а в других муниципалитетов поменьше. Я вот с завистью, например, был в муниципалитете, который называется Мирный космодром Плесецк. Когда я узнал, сколько у них, у них 2 миллиарда на 30 тысяч населения и 2 миллиарда по президентской программе. Три плавательных бассейна и аквапарк. Дороги, ну там французского президента, наш президент на площадку возил. Шикарно. Ну у них 30 тысяч населения, бюджет, вот по наукоградской программе федеральной 4 миллиарда. У нас 228 тысяч населения, а бюджет 11 миллиардов. Поэтому хочется пожелать всем муниципалитетам быть финансово самостоятельными по возможности. А если это не получается, то включаться в региональные федеральные программы и это также позволяет развивать муниципалитет. Спасибо. Еще вопросы? Да, вопросы есть еще? Спасибо большое. Еще раз спасибо. За выступление. Хорошее пожелание на территории финансового университета. Я хочу предоставить слово последнему докладчику с практическим докладом. Вот у нас ребята устали, что-то бегут. А в онлайне 200 с лишним подключений. Карачинский Павел Александрович, директор по развитию компании БФТ и с цифровыми инструментами для оперативного мониторинга рынка труда. Вам слово. Да, добрый день. Спасибо всем докладчикам предыдущим. Очень хорошие интересные доклады. Собственно, я в компании бюджетно-финансо-технологии занимаюсь направлением труда и занятости, разработкой систем для Министерства труда и Роструда, а также для иных ведомств, в том числе для Евразийской экономической комиссии в рамках построения единого рынка труда среди стран-участниц. Я немножко расскажу о портале работы в России. В первую очередь, что это такое на сегодняшний день. На сегодняшний день это большая экосистема государственная, предоставляющая возможности для поиска работы и работников, оказывающая государственные услуги в сфере занятости населения. Это возможность поддержания активных деловых связей, поддержка социально незащищенных групп граждан. У нас на портале есть возможности трудоустройства для инвалидов, в том числе на сегодняшний день это самая большая база вакансий для инвалидов. Это предоставление аналитических данных о состоянии рынка труда. И акцент я сегодня сделаю именно на возможностях мониторинга и аналитики рынка труда, для которых мы дошли. Но я не просто так сказал, что на сегодня это как система. Я вот здесь хотел с вами просто показать, какие направления сегодня автоматизированы на портале работы в России и по каким направлениям мы, соответственно, собираем уже данные для дальнейшего мониторинга и анализа. В первую очередь это направление связанное с трудоустройством, это в первую очередь общероссийская база, это джоп-борд, это возможность поиска вакансий, публикации вакансий, публикации резюме и поиска этих работников. В том числе мы сейчас разработали искусственный интеллект, который обрабатывает полный текстовой анализ резюме и вакансий и в дальнейшем сопоставляет эти данные и предлагает пользователю наиболее релевантные собственно резюме и вакансии. В том числе данный искусственный интеллект внедряется в рамках создания единой централизованной платформы оказания государственных услуг для граждан. Все службы занятия населения в сегодняшний день работают в единой системе и оказываются услуги также через портал работы в России, кроме города Москвы, который будет подключен с 2023 года. Искусственный интеллект в данном случае помогает снизить требования и снизить затраты самих операторов непосредственно службы занятости населения. Из больших проектов также хотел бы отметить электронно-кадровый документ оборот. Именно на нашем портале был проведен эксперимент, результатом которого стал внесение изменений в закон на занятости и трудовой кодекс, который позволил всей стране перейти на электронно-кадровый документ оборот. Если говорить даже о тех участниках эксперимента, одни из крупных участников, это была компания Wildberries, которая подключила более 20 тысяч своих сотрудников, продолжает работать, использует этот портал. также мы работаем в направлении стажировок и практик, создаем единый маркетплейс стажировок и практик, собираем вузы и соответственно переводим в электронный вид всю кадровую документ оборот, связанный с стажировками и практиками. Ну и вот тут Наталья Юрьевна щенок соответственно ушла, к сожалению, я хотел ее поблагодарить, потому что она была идейным вдохновителем вот этой сервиса стажировок и практик. Ну да, перейдем непосредственно к возможностям мониторинга. У нас есть два мониторинга. Первый – это мониторинг трудоустройства выпускников, про него расскажу кратко, достаточно кратко. Что мы сделали? Мы, по сути, взяли данные Рособоронадзора, Рособоронадзор еще дополнительно вычистил. Это данные о дипломах, по сути, выпускников высшего профессионального образования и среднеспециального образования. Дальше у нас есть доступ к данным Пенсионного фонда Российской Федерации и непосредственно к вакансиям на портале работы в России службы занятий населения. Фактически введя идентификаторы к тем и тем данным мы можем их сейчас сопоставлять. По сути, мы сейчас видим настоящий рейтинг вузов, мы видим успешную специальность, видим, на какие заработные платы устраиваются выпускники в тех или иных вузах, в тех или иных регионах, видим, опять же, трудовую миграцию, внутреннюю трудовую миграцию пока что выпускников. Поэтому и на самом деле достаточно много другой информации, которую мы представляем в рамках дашбордов. Сейчас данная информация доступна Министерству труда и планируется публикация различных дашбордов уже для пользователей различных, в том числе в публичных полях. В рамках когда случилась коронавирусная инфекция был разработан сервис по подаче заявления и получению пособия по безработице не выходя из дома. Этот сервис тоже мы реализовывали у себя на портале, это было единственное место, в котором можно было получить пособие, плюс госуслуги, которые в любом случае обращались к нам как к офисной системе. И в рамках этой системы сразу же возникла задача по оперативному мониторингу изменения рынка труда в связи с коронавирусной инфекцией. Соответственно, мы начали получать также данные пенсионного фонда, данные службы занятости населения, данные Федеральной налоговой службы, для того, чтобы соответственно выводить на дашбор для руководителей органов исполнительной власти, для первых лиц, сводные показатели по безработным, по движению рабочей силы и собственно все эти данные, которые подают работодатели о изменении формы занятости. И я здесь перейду непосредственно к демонстрации самих дашбордов. Вот здесь на тестовых данных я продемонстрирую просто, как это выглядит. Ну, конечно, времени не хватит на что, чтобы полностью показать возможности этих мониторингов, потому что это, наверное, обсуждение этих данных может занять еще отдельный форум собрать. Но, в любом случае, вот сейчас в отчете представлены ключевые показатели рынка труда, которые детализируются на дашбордах. На основании этого отчета ситуации динамика на рынке труда осуществляется контроль ключевых показателей, характеризующихся ситуаций на рынке труда Российской Федерации, позволяющих оценить вовлеченность рабочей силы в экономику, значит, такие, как общая численность работников, сальдо, то есть это принятые минус уволенные работники, топ-5 видов экономической деятельности по численности работников с неполной занятий и прочие. В каждый из дашбордов можно пройти внутрь, соответственно, можно посмотреть сводные показатели по рынку труда. Здесь используется у нас данные отчета заполняемых работодателем по изменению формы занятости, данные от службы занятости населения, данные от пенсионного фонда. Соответственно, мы можем посмотреть по карте регионов по одному из показателей, которые подают работодатели. Это численность работников, находящихся в отпусках, численность предполагаемых к увольнению, численность находящихся в простое, работающих неполный рабочий день и работающих на удаленной работе. Соответственно, эти данные у нас представлены. Есть также данные по системообразующим предприятиям, по всем предприятиям в Российской Федерации, по отраслям. Можно перейти к отчету по непосредственным предприятиям. Здесь есть возможность перейти непосредственно в карточку работодателя и посмотреть, как у него меняется ситуация в динамике. Также можно перейти к анализу всех предприятий и посмотреть через систему BI, попробовать покрутить данные. Это полезно именно для аналитиков непосредственно на местах в регионах, муниципальных образованиях. Что мы планируем в этом году реализовать? Уже практически реализовано и будет запущено до конца текущего года. Мы сейчас имеем возможность опуститься до уровня региона. Сейчас у нас идет работа по выческе данных, перепривязывание адресных классификаторов для того, чтобы была возможность проникнуть в аналитику до уровня муниципального образования. То есть эта работа уже практически завершена, будет сдана в этом году. Соответственно, будут возможны выборы фильтров по муниципальным образованиям. И всю ту аналитику, которую я быстро вкратце рассказал, она будет возможна. Это для муниципальных образований. Значит, дополнительно, что мы хотим сделать тоже в следующем году, это реализовать, и здесь реализовать эти дашборды, это добавить информацию о портрете безработного. На текущий момент у нас сейчас есть информация о количестве безработных, дополнительная детализация по периодам, по сути, по датам. Но после, до внедрения модернизации под систему электронного личного дела, службы заимствия населения, у нас будет и другая информация, которую мы также представим. И, ну, которая вот здесь, собственно, видна, это и возрастные показатели, сколько из них находится в браке, там, не знаю, сколько имели, когда гражданин имел последнее место работы, сколько он находится в безработном состоянии и так далее. Ну, и вот, конечно, еще из интересных направлений, которыми мы сейчас занимаемся, совместно с ней труда, они разрабатывают для нас методологию, ну, для нас, для Российской Федерации, естественно, методологию по выявлению ключевых компетенций у работников, далее оценки данных компетенций и, по сути, создания некой системы бирженавыков. Вот, плюс, они, да, также занимаются разработкой методологии прогнозирования рынка труда, но здесь, конечно, я хочу им пожелать больших успехов, потому что в условиях постоянных черных лебедей, которые откуда-то попало, вылетают, вот, это сложная, очень, очень сложная задача. Ну, а вас всех, коллеги, призываю зайти, зарегистрироваться на портале «Работа в России», собственно, попробовать, я уверен, что вы найдете для себя что-то полезное. В любом случае, если у кого-то есть вопросы, можно мне написать на электронную почту, она здесь представлена, я с удовольствием вам отвечу. Постарался уложиться в тайминг. Спасибо, Павел Сынович, спасибо. Ну, вот, QR-код, есть контакты тоже. Давайте поаплодируем. Значит, Павел Сынович, я хочу вас пригласить на айтишный факультет, как ни странно, это, наверное, самый большой сейчас факультет финансового университета, и 3,5 тысячи обучающихся, и 1,700, вдумайтесь, это ребята, которые занимаются дата-аналитикой, машинным обучением, приходите с программной лекцией, я думаю, что будет всем интересно. Спасибо большое, с большим удовольствием, более того, что у нас одни из самых востребованных открытых данных Российской Федерации, которые используются на различных хакатонах, студенты очень любят эти данные. Ну, вот, надо сделать хакатон, давайте подумать.